Да, ну что ж, уважаемые коллеги, у нас начинается круглый стол, вот модератором теперь будет Евгений Робин. Да, спасибо. Ну и я, собственно, начну этот круглый стол своим выступлением. Я буду говорить про проблему моральной ответственности, в частности, про нормативные условия, так называемые, которые используются в этой проблеме. В целом, проблема моральной ответственности – это комплекс вопросов, комплекс исследований, которые вращаются к таких сюжетам в обыденной моральной жизни, как осуждение, как прощение, когда вы ставите кого-то в пример, говорите, что это экзублятный человек, или когда вы, наоборот, говорите, что что-то было сделано неправильно, или когда вы снимаете, а из кого-то ответственность говорят, что вот человек что-то не знал, и поэтому не стоит осуждать за действиями, которые ставят на это незнание. В общем, это самые разные вопросы, которые вращаются вокруг знания, вокруг того, кто это делал и в каких обстоятельствах. Вот к этой совокупности феноменов можно подходить по-разному, и вот можно выделить два разных подхода. То есть можно пытаться интегрировать разные сюжеты, связанные с сознанием, в какой-то один и найти, или пытаться найти нечто единое во всех этих сюжетах. А с другой стороны, можно поставить своей целью уточнять и делить вот эти феномены на все более-более мелкие, следуя целью просто улучшить нашу моральную чувствительность к разного рода странным ситуациям, или разного рода вертикальным примерам. И это просто разные интенсии исследовательских, которые есть, я буду говорить на первого, а не второго подхода. Вот этот, собственно, второй подход предполагает такую, ну не унификацию, но попытку обнаружить, какая из штук, которая обнаруживается в этом пучке феноменов, является для этого феномена наиболее фундаментальной, наиболее важной. Вот для этого надо попытаться выделить элементы разные этого феномена и какие-то связи, связи между ними. Ну вот, в рамках нашего с коллегами исследования мы обычно выделяем в каждом акте возложение моральной ответственности. Мы считаем, что феномен моральной ответственности не существует в себе как отдельная штука в антологии. Это совокупность тех актов, которыми мы возлагаем ответственность или что-то подобное. И каждый этот акт имеет определенную структуру, то есть для этого должен быть агент, то есть на кого мы возлагаем, то за что мы возлагаем, это мы называем моральный фактор. У этого фактора должно быть какое-то моральное значение, то есть у этого фактора должен быть подключен к моральной сфере, то есть это, например, действия или какие-то установки. Они сами по себе являются просто факторами природного мира, но, очевидно, мы их не имеем в виду как никаковые в нашем рассмотрении в контексте моральной ответственности. Мы имеем в виду какой-то нормативный статус, хорошее, это что-то плохое. И вот это мы называем моральными значениями. И моральная оценка это вот то, что уже присваивается агенту по результатам вынесения осуждения, то есть заслуживает он порицания или похвалы. Эти вещи связаны вот такими условиями моральной ответственности, их можно выделять больше, но вот для вхождения в эту проблематику, по идее, достаточно трех. Вот более точные формулировки вы видите на слайде, более человеческим языком можно специфировать их так, чтобы вас было уместно осуждать, например, за какое-то действие или хвалить. Это действие должно быть специфическим образом с вами связано, то есть вы должны контролировать это действие в том или ином смысле. Вы должны быть осведомлены, что вы делаете, опять же, можно уточнять в каком смысле вы должны быть осведомлены. И вы должны демонстрировать собственную подключенность к моральному ответственности, то есть у вас должны быть моральные черты или моральные установки или нормативные установки. Вот эти намотивные установки должны как-то выражаться в вашем действии или в вашем поведении в целом, в вашей политике в целом, в отношении к другим людям. И вот качество воли проявленных в этих действиях мы можем осуществлять в возложении ответственности, ну или, соответственно, хвалить. Здесь это должно быть симметрично, ну или хотелось бы, чтобы это было симметрично. Намотивные условия более сложные явления, чем первые исходы контроля и эпистемические условия. Оно более сложная структура, оно предполагает уже существование морального агента, оно предполагает связь воли морального агента и качества какое-то, то есть что это должно быть более определенной моральной характеристикой обладать. Третье, что должно быть связано с этим моральным характеристикой, моральное значение, хорошо или плохо. Ну и вот это значение должно соответствовать той оценке, которую вы выносите. Еще раз, это, например, осуждение или порицание, или похвала. Между этими элементами, этими условиями, можно установить вот такую связь. Это, наверное, не единственный способ это сделать. Ну, вот для моих целей достаточно такого, что первые два условия, условия контроля, эпистемические условия и первые две части новативного условия, то есть агентность и связь воли и качества, да, они связывают, например, действия агента или убеждения агента, то есть агент и фактор. Значит, факторы значения связываются третьим пунктом из нормативного условия, буквально, потому что качество имело некоторое моральное значение. И, значит, факторы значения и оценки, они вот определяются последними двумя условиями, плюс и нормативного условия, то есть качество имело некоторое значение, и это сочинение соответственно. Вот, это некоторая экспозиция того, как это устроено. Теперь, вот, специфицируя вопрос, вынесенный в доглаве доклада, вопрос звучал, является ли нормативный условие достаточно, то есть что это означает, что его одного должно хватить на все, что мы хотим сделать, а остальное – это некоторые уточнения, которые мы делаем для того, чтобы сделать нашу моральную способность более тонкой к развлечениям. На этой ситуации, но они, в этот причине, не являются в том, что мы хотим сделать. Это можно прояснять и в отношении связи нормативного условия и экстремического условия, и в отношении связи нормативного условия и условия контроля. Только в этом докладе я про второе. Вот и говорить, как связаны нормативные условия и условия контроля. Самый простой способ думать об условиях контроля – это способ, предложенный в этом аргументе Галена Строссена, одного из ведущих диетиков моральной ответственности. Это довод, который Строссен развивает с 1989 года. Он периодически его переписывает в самых разных итерациях. Сначала это была версия книжки, часть книжки, потом отдельная статья, потом он менял эту статью. И вот последний изменить, я буквально пару лет назад, он делал в Лиренгерской версии этой статьи, и вот через месяцок появится русский перевод, и там будет еще одна новая версия. То есть вот он продолжает держаться этой идеей. Но какие-то корректировки он вносит. Общая идея должна быть легко понятна. Две посылки и одно заключение, что никто никого засунует, никто не является причиной самого себя. Чтобы возлагать на кого-то то, что мы имеем в виду, или то, что мы должны иметь это под моральной ответственностью, должен быть кого-то засунуть. Но, следовательно, никто никого засунет. Чем хорош этот довод? Тем, что он корректен. Это правильный довод. Он хорош тем, что он соединяет две интуиции, две интуиции, две интуиции из проблематики свобода воли. С одной стороны, это интуиция источника, что схватывается в понятие кауза-суя. С другой стороны, это интуиция альтернативных возможностей, что чтобы можно было возлагать ответственность, у нас должно быть возможность быть иначе. Актуально ее нету, и поэтому возлагать у нас нельзя. Это будет проявлено в его доказательстве первого ответственности. Я скажу ниже. Вот что еще. Хорошо, он нейтрален в отношении детерминизма и индустерминизма. То есть этот довод, считая Строссен, должен применяться вне зависимости от нашей физической позиции. Это очень простой довод в отношении тех других доводов в области контроля. И это под пятый пункт от самого Строссена. Он считает, что детские выяснения не согласны. Вам должно быть очень просто объяснить, в чем он ошибается. Ну, в силу простоты. Он пытается насыть первый довод таким образом, то есть это обсуждение от регресса, чтобы вас можно было обсуждать за те поступки, которые вы совершили. Вы должны совершить эти поступки сознательно, то есть они должны исходить из некоторых установок, они мне к вами заранее. Эти установки сами должны быть в результате некоторого свободного действия разумного, обдуманного принятий этих установок. Ну и вот он считает, что есть некий регресс и бесконечность, которые можно сказать-то, здесь, караю, сколько угодно. Пока вы не скажете «да, вот за эти, принятия первоначальных установок». А человек, конечно, не имеет ответственность, потому что первоначальные установки были продиктованы ему сайдой наследственностью, первоначальным опытом и так далее. Это, на самом деле, не реально стыкуется с другими элементами системы Строссона, с другой, я думаю, что даже не стыкуется. Значит, Строссон считает, что причинность – это некоторые реальные отношения, а не контрфактическая зависимость и непрофторегулярность, которую мы описываем словом причинность. Это вот то, что происходит в самой природе. Я говорю статья специально по этому поводу. И не очень ясно, что реалист должен иметь в своей теории, что запрещало бы самопричинение. То есть, кажется, обычно самопричинение в метафизике причинности запрещается на основании регулярностных или контрфактических элементов отношения причинности. То есть, причина должна быть раньше, чем действие, потому что так работает регулярность и фотофактическая зависимость от чего. Если спросить Строссона, почему он так думает, почему там причинение невозможно, у него есть два ответа, ну или, вернее, это один ответ, который просто реалистически подан по-разному. Он ссылается на нише, что, как можно догадаться, для такого человека, как Строссона, может быть, неожиданно. Второе, он делает экспозицию метафизики ниши, после чего он говорит, что он к тебе согласен. Не все пункты этой его экспозиции имеют отношение к нашему делу, но вот начинаются они с того, что нет единого я, которое длилось бы во времени. Мы эпизодические личности, вспыхивающие и тут же угасающие. Причина и действия – это не подлинные элементы реальности, теперь, как он начинает говорить. Вот тут уже, как кажется, есть некоторая инфигерентность. Не существует свобода воли и никто не могло произносить, иначе, что она происходит. Это он пишет в статье 15-го года. Соответственно, если спросить его прямо, как бы он мог без ссылки на нише объяснить, что он хочет нам сказать, вот его буквальный ответ. Он считает, что она невозможна, эта самая кауза Суи, в силу того, что, чтобы что-то чему-то подчиняло, оно уже должно быть до того, чтобы это было. Как это следует из реализма, ясно кажется, что это смог, но ничего более держать его срослым неудавить и выкичь, неудавить. Назад к базовому аргументу. Вторая его посылка насыщается срослым следующим образом. Он говорит, что это просто самое важное понимание моральной ответственности, которое есть в западноевропейской философии, то есть в западной философии в целом. Именно оно лежит в центре дискуссии о свободе воли и моральной ответственности. Если вы этого не понимаете, вы не понимаете, о чем идет Эйдж. У него также есть прекрасный шипассаж о том, что он говорит, ну, вот если я каждому студенту уже 30 лет объясняю этот довод, и каждый, все согласны, только два человека на 30 лет не согласны, потому что они верны, потому что им нужна моральная ответственность для сострашного суда. У всех остальных мои студенты были согласны. Вот еще такое, что есть у Сроссена. Кажется, что мы на это все можем сказать, что нет, это не так. Ну, то есть, очевидно, существуют значимые смыслы моральной ответственности и свободы воли, которые не предполагают быть калжи сует, и тогда весь довод не работает. До некоторой степени кажется, Сроссен осознает возможность такого ответа, и это проявляется в том, что в тех изменениях, которые он сделал на протяжении разных версий издания этой статьи, начально она называлась «невозможность моральной ответственности», а теперь она называется «невозможность поедельной моральной ответственности». Такой моральной ответственности, для которой нужна калжи суть. Но кажется, что если мы говорим вот так, то есть мы просто ему говорим, что «а у нас другое понятие свободы, не инкомпативилистское, и поэтому у нас какая-нибудь проблема на то его доле», кажется, что мы просто инкомпативилистом говорим, что его позиция неправильная, потому что мы с ней не согласны. Что он должен нам ответить? «А у меня вот такой взгляд на моральную ответственность». И это тупик. То есть тут мы находимся в тупике, кажется, что из него хотелось бы двинуться каким-то иным способом, чем просто топать ножкой нам и говорить, что у нас правильное понимание моральной ответственности, или ему делать то же самое. Это можно сделать одним из способов. Сделать это, посмотреть на данные философов. Это классическое исследование Николса и Ноуга 2007 года, которое Ноуга комментирует в 2021 году. То есть он не отказался, и вроде бы это вот такое пример исследования вот этих экс-философов, которые потом не было проверено. Вы знаете, многие эти опросы экспериментальных философов потом были пацифицированы, но вроде бы вот этот нет. Только во всяком случае я не нашел. Ну и сам Ноуга еще не так давно подтверждал, что он все еще с ним согласен, а от других своих ранних опытов он отказался. Значит, что они сделали? Они предложили группе людей отвечать на серию вопросов, из которых нам интересны вот эти два. Они предложили им большое возвернутое описание детерминистической Вселенной и задали им вопросы двух типов. Абстрактный вопрос. Согласны ли вы, что в детерминистической Вселенной никто не несет моральную ответственность? И, как вы видите, большинство согласны, что там никто не несет моральную ответственность. 86%. Когда вопрос задан абстрактно, говорят, что да. Тут никто ни за что не отвечает. Причинность съела все ответственность. Ну а если про ту же самую Вселенную, Вселенную А, с тем же самым описанием, рассказать длинную историю про Вила, который влюбился в свою секретаршу и сжег свою семью, значит, жилу и детей, как конкретно он это сжигал, чтобы продолжался его роман с этой библиоткой сотрудницей. После этой истории предложить им ответить, несет ли Вила ответственность за свои пьяния. Большинство людей, как вы видите, вот это было, почти 2%. Говорят, да, конечно, несет. Значит, они вот обобщают тогда еще в седьмом году это таким образом, что люди являются для конкретных ситуаций инкомпатибилистами и инкомпатибилистами для абстрактных ситуаций. Ну вот, в 21-м году ноука интегрирует это в свой проект, потому что вот теперь он считает, что интуиции стабильны, но противоречиваются. Он считает, что этот вывод можно подтверждать на разных группах, он везде будет стабильный, то есть инконсистентность, не противоречиваясь внутри обыденных людей и большинства людей. Есть стабильные инконсистентности. Мы пытались воспроизвести какие эти результаты, как вы наверняка знаете, есть большие нарекания к методу экстрементальных философов, в смысле, как они делают эти опросы. Все эти нарекания можно применить науки в два раза сильнее, поскольку это не то, что это называется профессиональным психологам или социологам, которые делают такие вопросы. Ну вот, это, так сказать, некоторая попытка это сделать. Как вы видите, в случае конкретного лица есть похожее происходит, тоже, мы не пропил, у нас был Леонид, но Леонид делал вот те же самые ужасные вещи секретарши, между нами и детьми. Вот Леонид тоже подвергся осуждению 80%, обязательно точно, на то же самое. А вот с абстрактным лицом у нас и так не получилось. Я не знаю, как это объяснить, кроме того, что может быть у нас просто область исследования нехорошие, или наоборот. Но вот это некоторый факт, что у них, как вы видите, и у нас есть некоторые расхождения. У нас всего 55% в ситуациях, а у них вот 86%. Почему так, я не знаю, но вот разница, тем не менее, в оценках все равно, все опять же больше половины, больше половины института. Как могли бы объяснить это различие, сами Ноуп и Николс, ноуп в более поздней работе, объясняют это исключительно просто тем фактом, что одно это абстрактное, а другое это конкретное. Они дальше не предлагают такого глубокого объяснения. В силу того, что само по себе различие абстрактное и конкретное, если не пытаться ему спать только здравым смыслом, а пытаться его конституализировать, достаточно сложное. Поэтому я убедил прощение статьи в центре про абстрактное и конкретное. Несколько лет назад я ее прочитал и понял, что это очень сложно. Вот может быть это можно сделать проще в данном случае, сославшись на характер. На то, что является отличным в первой ситуации и второй ситуации. это наличие в том, что они называют конкретной ситуации, конкретного персонажа с конкретным характером, то есть то, что нужно для нормативного условия. То, что нужно для нормативного условия. Конкретные черты, которые проявляются в плохом поведении в отношении других персонажей в этой истории. То есть мы повышаем, люди склонны повышать осуждение нашего Пила Леонида, хотя мы знаем, что не было той причины, вернее, мы знаем, что сквозальный фон, который сделал его таким, не был тем, что он контролировал. То есть контроля нет, есть характер, есть концептуальные связи между оценкой этим характером. Это позволяет нам сделать менее привлекательным один из элементов стройственной защиты своего аргумента. это одна из версий, как он это предлагает в ней. Очень большая версия, как он называет, искусственная. Это кусок этой искусственной версии. суть тут такая, что нас очень волнует, что мы пришли к тем установкам, которые у нас есть, в силу факторов, которые были за пределами нашего контроля. В случае с Виллом Леонидом, он пришел к тем ужасным установкам моральным, которые у нас есть, безусловно, не контролируя себя, потому что он был маленький, когда они сформировались, но большинство людей это не волнует, когда мы предлагаем им знали про конкретного человека. Вот, что это говорит в отношении погружения условия контроля в нормативные условия. Это говорит следующее, что в рассматривном случае у нас есть элементы нормативных условий, моральных характер. Это повышает убедительность правильности с возложением моральной ответственности, когда нет контроля. В этих ситуациях нет контроля и отсутствует нормативная установка. То это отвлекло бы неубедительную правильность возложения ответственности, как это происходит в абстрактном случае. Когда мы говорим просто про кого-то находящегося в мире А, во вселенной А, которая является детерминистической. Тут нет ни контроля, тут нет контроля, потому что она детерминистическая, и отсутствует характер, потому что мы просто его не специфицируем в этом пути. В этом случае люди склонны говорить, что здесь никто не несет правильный ответственность. Ну и кажется, это означает, что поменьше необходимым является нормативное условие, и убедительность ситуации у местного возложения ответственности, где нет контроля с нормативным установками, она повышает убедительность. Тезис о достаточности нормативного условия. Я не уверен в полной мере, что это должно распространяться на все случаи. Коллега была в Петербурге в декабре, где пыталась предложить случай, когда это не является достаточным, но это был очень искусственный и вымоченный случай. Может быть, для большинства нормальных случаев нам должно быть достаточно на фундаментальном уровне нормативного условия, а все остальное – это спецификации, направленные на повышение чувствительности, а не направленные не на эксплуатацию. В сути дела. Ну и что еще можно сделать с этим рассуждением? Довольно много, на самом деле, здесь еще нужно сделать. Но вот то, что точно нужно сделать, это уточнить, какие виды контроля здесь должны иметься в виду. Вот эти рассуждения имеют отношение только к какому сильному типу контроля, который требует строссом и который, как он считает, отсутствует вне зависимости от того, детерминистского населения или индетерминистского населения. Вот для такого случая контроля, кажется, эти рассуждения применимы. Если бы мы требовали контроля в более слабом смысле, например, то, что называется гайзинг-контрол, направляющий контроль, может быть, что-то должно быть ослаблено или переделанно, вот эти рассуждения пока применяются только к элементам базового. Вот, на этом у меня все. У нас остается еще 8. Спасибо. Может быть, какие-то вопросы? Кажется, первый блондей. Спасибо большое, Жень. Очень интересный вопрос. Я не совсем ловил, как ты не струкаешься эпистемическим условием нормативных. Я в этом вообще ничего не знаю. Об этом я говорю в вышке и куда-то не пришел. Ага, хорошенько. Храм. Почему мы снимаем ответственность в случае незнания, это не эпистемический факт, что человек что-то не знал, а тот факт, который связан с этим эпистемическим фактом, являющимся нормативным фактом, который связан с этим эпистемическим. Например, это черта характера, которая тому врачу, который не знал то, что он должен был узнать, не позволила это узнать, потому что у халатного. Всегда ли мы виноваты в том, что вы чувствуете? Нет, не всегда, конечно. То есть, возможно, такие случаи, как это невинные знания? Конечно, да. Если я сделал все, что я должен был делать, если я хорошо отношусь к своим обязанностям врача, я изучаю всю новую литературу, но я просто, потому что когнитивные ресурсы ограничены чего-то не сам, то есть я старался все это узнать так, как я должен сразу знать будущее врачом, чтобы это делали кто-то, но я физически просто не увидел вот эту статью, и это привело в метроцентре, почему-то плохому. Конечно, да, пьяни не случилось. Да, ну и какие случаи просто не будут в таких случаях в соблюдении нормативного управления? В смысле, мы не накладываем ответственность в эту эскизу? Ну, да, это и значит, что у нас есть случаи, когда нормативного управления собирается, но в силу того, чтобы не сказать. Я вас не сосредоточу, потому что вот характер не демонстрирует ничего плохого. Поскольку характер не демонстрирует ничего плохого, то... Мы вот это даже можем похвалить, что вы сделали все, что можно. Это, может быть, не может сделать, как бы, родственник погибшего, потому что у него особый стендинг здесь есть. Но, может быть, и он может. Хорошо, я думаю, сейчас мне будет подлежать этот кофе. Артем Петрович, по-моему. Спасибо, Жень, для этого доклада. Мне кажется, очень полезно вот это различие, которое, мне кажется, раньше использовало в широком и узком подходе правильной ответственности. То есть, действительно, если ты говоришь на практиках широкого подхода, многие возражения снимаются. И, мне кажется, твои обсуждения представляют свою просто попытку в нервной формуле связать все четыре элемента так, что они, как вы сказали, не грозвездные какие-то куски, связанные с моральной ответственностью, а представляли собой вот такое основание, которое бы гарантировало нам моральную ответственность. Мне кажется, этот проект мне понятен, но у меня... Это различие, извини, это введено специально для тебя. Спасибо. После твоих встречаний в Питере и Вышке оно было введено... Ну, мне очень интересно, что это влияло на развитие твоей теории, но у меня теперь возражение, которое, мне кажется, можно легко учесть, оно касается вот чего. Посмотрим на формулировку нормативного условия. Вот если мы абстрактно спросим, а чего касаются вообще в принципе условия моральной ответственности? Мне кажется, ответ будет приблизительно таким, что теория моральной ответственности, учение моральной ответственности само по себе не является учением о морали. А теория моральной ответственности не объясняет нам, какие поступки заслуживают порицание, какие заслуживают похвалы. То есть мы можем столкнуться с такими ситуациями, когда один поступок будет относится кем-то оцениваться как похвальный, кем-то оцениваться как заслуживающий порицание. То есть георетика моральной ответственности должен выявить условия того, чтобы в принципе действие заслуживало хоть какой-то моральной реакции. Но в твоих эмулировках, посмотри, говорится о возложении моральной ответственности. Если оцениваемое качество более агента имеет соответствующие выносимые оценки моральной значения, то примеры хорошо идут. Не протаскиваешь ли ты в определение уже предположение того, что вы должны принять определенную теорию? Если я раскрою ИТП, после этого я напишу правильно, неправильно. Увеличивает бенефит. Этот вопрос касается не того, что сколько, он касается соответствующих. Просто будет неуместно, если будет несоответствующая. То есть если ты внимательный, если ты внимательный, то оценка, которая несоответствующая выносимой оценке моральной значения. Так, кажется, просто будет неправильно. Будет нехорошо. То есть хорошо, если я кого-то хвалю за то, что на самом деле дурно, это будет неадекватно. Да, я согласен с этим. Для того, чтобы это уже скоммунировало, для того, чтобы этот факт уфиксировать, нам нужно что-то большее, чем теория моральной ответственности. Да, согласен. Ративные условия – это та точка, в которой теория моральной ответственности сцепляется с общей нормативной теорией. То есть это не бага фичек? Я думаю, да. Это специально было так сделано. Именно поэтому раньше называлось технологическое. Мы отказались от этого названия. Сами давайте помните. Спасибо. Еще у нас есть вопросы. Ну, если нет, спасибо большое за... Давайте. В самом начале вы говорите, но... То есть вы спросили, как и тезис спросили, да, потому что невозможно вот этот хаус осуществить, то есть сама постановлющая степь, анимативность и опять, если я правильно понял, что не могу про это побольше сказать. И, то есть, почему я спрашиваю, собственно, для Канта, например, и для других идеалистов в некотором случае, на примере, вот эта вот идея автономии, как само законодательство является синхроничным. Да, и, допустим, у меня есть ряд педерий, и, ну, не знаю, двух посылок, которые говорят, что вот так поступать правильно, так неправильно, если я поступил неправильно, то это степь, скажи, ко мне. И в данном случае кажется, что, ну, здесь вот эта круговая структура, само постановление, и причины спроса, но я не понимаю. И, в общем-то, важно. Да. Первый тезис не имеет отношения к нормативности, насколько я понимаю. Первый тезис – это просто метафизический тезис, а не возможность самопричинения. Вся нормативность во второй посылке скрыт. Ну, правильно, что это? Правильно ли, что если мы принимаем первый тезис, то это вся вообще самопричинная, даже нормативность, то есть, вот, классовый метафизический тезис, он является всеобщим, и все опт-тезисы, они также невозможны. То есть, если мы говорим про параллельную информативность, то вот форма, то она исключает уже первый тезис. Правильно ли я понимаю? Ну да, то есть, если вы имеете, если вы имеете в виду, что, если мы, у нас есть первый тезис, и мы считаем, что моральная ответственность связана с какого-то условия, то, да, безусловно, мы имеем тут заключение, что то, что вы говорите про идеализм, это вторая посылка. То, что вы говорите про Канта, что мы, знаете, вынесем доскопки, Кант это или не Кант, но вот тезис о том, что мы должны в фундаментальном смысле быть причиной своих действий, чтобы отвечать за эти действия, это второй тезис. А почему он считает, что первый тезис истинный? Потому что у него дота прогрессии. Случаете, когда же первый тезис исключает в том числе вот это моральное причинение? Да, исключаете. Так почему? То есть вот есть фондер-деметрики, в том числе, в том числе, в теории Канта, которые он сфотографируют, и почему ли возможно, скажем, если мы оставим методическую стороне, то почему ли возможно это моральное причинение? Так что я сам отрабатываю для себя некоторые правила, ну и, соответственно, я могу строить теорию уже по некой ответственности, и прочего хочу. Потому что кажется, что единственное основание, которое Кант хочет нам предложить, чтобы мы в это поверили, это, чтобы без этого у него разум рассыпется. Он же не предполагает это в качестве чего-то, кроме регулятива. То есть в нашем мире, в феноменах, первый тезис у Канта тоже будет мир. Согласны? Да. То есть мы должны верить в эту самопрещение, в эту самопрещение сейчас, как мы, чтобы у нас не разрушился разум. Именно поэтому. Согласны? Ну, для теоретического разума это так. И для практического разума это так. То есть если вы отказываетесь верить в то, что вы свободны, у вас сыпется у Канта ответственность, и вместе с этим сыпется вообще весь разум. Это правильно. Ага. Если это так, то все, что достаточно сделать в тросу, это показать, что наш разум не сыпется из-за того, что мы отказываемся от этой действии. Согласны? У нас нет моральной ответственности. Нет моральной ответственности, нету свободы. Это то, в чем мы заблуждаемся. Мы считаем, что она у нас есть, она факта или нет. Наши взгляды неправильные. Надо просто их изменить. И жить стать легче. Он во всех вопросах ее отзывает. Он отзывает ее во всех вопросах. То есть первый тезис верен в отношении любых событий. Любые события не связаны, то есть ни одно из событий не может быть очень связанным. То есть он понимает ответы к всем или нет? Нет, он доказывает это вот таким образом. Вот таким образом. Чтобы что-то было причиной чего-то, причина должна предшествовать действию. То есть она должна существовать раньше. Единственный способ иметь такую теорию причинности, чтобы у вас это было не так, это должна быть теория причинности применимая как к чему-то вечно существующему. Если вы бог, то, наверное, это может быть. То есть вы были до того, как случилось это причинение, потому что вы всегда были. Скажем, то есть если мы возьмем как раз формативную самопричинность, то допустим, я родился, и я не был причиной самого себя. Далее, скажем, я достиг, не знаю, полетия, я стал самопределять свои правила, потому что я поступаю, действую. В какой момент появляется этот люфт свободы? Когда появляется эта инъекция? До этого все было детерминистически устроено, и что-то случилось в мере такого, при что появилась свобода. Что это за интервенция? Я тоже. На этом мы можем с вами сойтись, потому что мы немножко вышли за пределы времени. Просто мы не можем с вами как компотебилисты пойти к страсту, но и сказать, что у нас компотебилистское понятие свободы, которое не требует каузу Суи, и наше представление о формировании нормального характера не требует такой сильной самоакцентации. Просто потому что он скажет, что по-моему требует. Кажется, что мы будем в пепеке. То есть мы будем говорить, что мы правы, а он говорит, что нет, я прав. Нам нужно что-то, чтобы какой-то common ground, чтобы мы могли сдвинуться. Мы поняли, что мы здесь расходимся. Нужно как-то обойти это расхождение, чтобы продолжить. Вот. Артем? Да, да. Артем Тимурович Мунсов, сотрудник Института философии Академии наук с докладом «Проблемы интеграции и источники морального знания». Да, друзья, у меня не будет презентации. Рассказывать чуть научно. Извиняюсь, если я очень трудно следить. Я решил после, так сказать, консультации с коллегами вчера в паре начать с двух слов о том, зачем мы, собственно, здесь собрались, то есть о том, что такое проблема интеграции. Потому что у меня сложилось впечатление, что это будет не бесполезно. Не более, что это связано с, что я буду сказать, в конечном счете. Я немножко перескажу пикок, биеном, на пальцах. Если я в чем-то ошибусь, то после этого присутствующие люди меня поправят. Я максимально срезаю все углы и на почту пытаюсь объяснить. Проблема интеграции, это, коротко говоря, проблема того, как нам получить для определенной области одновременно хорошую метафизику и хорошую эпистемологию, так, чтобы они состыковывались. Проблема интеграции довольно легко демонстрируется, как она стоит. На примерах, допустим, в области дискурса о модальном, модальных высказаниях, у нас есть пример очень хорошей метафизики с очень плохой эпистемологией. Это реализм Дэйда Льюис. Это очень понятная и ясная метафизика, буквально понятнее некуда. Возможные миры – это буквально такие же миры, как это. Очень плохая эпистемология, потому что Льюис говорит, что возможные все возможные миры, они буквально друг от друга отделены и не связаны. Таким образом, нет такой возможности, могли бы узнавать об этих возможностях. С другой стороны, у нас есть случаи хорошей эпистемологии с плохой точки зрения метафизикой. Это, например, нон-когнитивизм в области модальных высказываний. Нон-когнитивизм – это утверждение о том, что модальные высказывания не обладают когнитивным содержанием, не могут быть, строго говоря, оценены на когнитивные ревожные. Существление пикота – это понятная, хорошая эпистемология в том смысле, что мы можем сказать, что… Так, срознан-когнитивизм полагает, что когда мы говорим, например, что необходимо, что что-то, мы берем на себя просто какое-то обязательство, что я так сильно в этом уверен, что я готов за это ручаться. Или когда возможно, что что-то, я тоже каким-то образом модальность навешиваю в терминах каких-то обязательств, которые мы себе готовы взять, или установок к этому высказывания и так далее. Здесь очень понятно в эпистемологическом смысле, как мы можем выносить какие-то решения, особенно если они не оценены, как мы считаем и божьем. Но с точки зрения пикота – это плохая метафизика в том смысле, что это плохо стыкуется с тем, как мы представляем свой дискурс или модальный дискурс, что мы пытаемся сделать, когда мы говорим о том, что нечто возможно или невозможно. Соответственно, пикот полагает, что мы можем… И, соответственно, проблема интеграции встает в самом разном варианте случаев. Строго говоря, она должна быть хорошо решена для любой теории. Любая теория не должна быть так дальше, что у нас там хорошая аистемология плохая или, наоборот, должен какой-то способ соприкновать одно с другим эффективным и контролируемым образом. Так вот, пикот полагает, что он может предложить некоторое общее решение проблемной интеграции. Не факт, что это единственное решение, говорит пикот, но у него есть общая схема, которую он предлагает. И это общее решение у него через метасемантику, то есть через теорию того, что такое значение и что такое понятие. Не теорию значения и теории понятия, а теорию того, теории природы. Естественно, потому что почему таким образом мы решаем именно проблему интеграции? Потому что наше понятие – это довольно естественным образом место, где стыкнется наша аистемология и наша с одной стороны, что это нам доступно, а с другой стороны, то, что, собственно говоря, описывает мир, с помощью чего мы как интерфейсом, общей интерфейсом имеем доступ к ним. Соответственно, пикот полагает, что в первом подвижении сформулированная проблема интеграции для конкретной области будет решена, если мы сможем считать, что понятие в данной области в конечном счете являются предки эпистемические индивидуированные. То есть либо прямо являются эпистемические индивидуированные, из discutения, либо в конечном счете сводить Dante's типическим индивидуированные понятия. Здесь возникает вопрос, что такое истемические индивидуированные понятия, и давайте два слова опять об этом сказать. Сначала скажем опять же на państwo, что вообще такое индивидуация понятия? Индивидуация понятия – hindsight – это указание на то, чем является какое-то конкретное понятие и как оно отличается от других понятий, как нам отличить одно понятие от другого. Понятия, с точки зрения пикта, индивидуируются через через указание на то, что значит понимать это понятие, что значит обладать им понятием, то есть через условия обладания, называется полизацияadordium. Туческая figura. Условия обладания для разных понятий могут быть различные, для разных типов понятия могут быть различные, но пик Kane интересует, в целом, те понятия, для которых обладания является готовность немедленно вынести определенного рода истинные суждения, содержащие эти понятия в определенных ситуациях. То есть, опять же на кошки. Возьмем такой класс, как понятие наблюдательное понятие, то есть понятие, которое реферирует положительно к объектам чувственного опыта, наблюдательного объекта, который мы наблюдаем в чувственном опыте. Например, красный. С точки зрения пика условием обладания понятия красное, понятие ем, красное ем, является то, что если в визуальном поле агента возникает некоторый объект, который красен, и если этот агент рационален, то он выносит суждение, это красное. Соответственно, с этим стоит довольно понятная мысль. Я понимаю, что такое красное, если когда мне покажут красное, я скажу, это красное. Если когда мне покажут красное, я не скажу, это красное, или, по крайней мере, здесь, разумеется, речь идет не о том, что я как раз эксплицитно выкрикиваю, это красное, здесь речь идет о том, что я формирую некоторое имплицитное осуждение, это красное. Если я не формирую такое осуждение, тогда мне показывают нечто красное, И если при этом фоновые условия таковые удовлетворительные и благоприятные, то я просто не понимаю, что такое красное. Мое понятие красного, оно отличается от того, о чем это говорит. Суждения подобного рода, талонные суждения, они являются рационально обязательными для агентов. В том смысле, что если я рационален, если у меня нет оснований полагать, что, например, с моим перцептивным механизмом что-то не так, что какие-то условия не соблюдены, например, свет падает каким-то странным образом. Если в обычной ситуации я вижу красное, то для меня рационально обязательным является, если я обладаю понятием красное, вынести вот этот предпочтитель, этот приняток. Значит, Пиков полагает, что рационально обязательные суждения всегда направлены на знания, и, значит, понятия, которые могут быть индивидуированы указным образом, в том числе указания на условия, в которых агент выносит суждения, содержащие это понятие, они являются одновременно эпистемически индивидуированными. Индивидуированными, то и весь индивидуированными в терминах условия для того, чтобы агент обладал знанием определенных суждений, содержащих эти понятия. Если я выношу суждения, это красное, тогда мне показывают красное, если я при этом рационален, и у меня нет оснований считать, что мой механизм работает перцептивно каким-то плохим образом, и есть фоновые информационные условия, которые выполняются, типа я, у меня нет оснований считать, что свет падает как неправильно, что что-то в мире происходит не то, что искажает мое восприятие. То эти суждения дают знания такого рода. Соответственно, их можно таким образом индивидуировать, отличить от других понятий, понятий, используемых в этих суждениях. Вот. Соответственно, мысль пик о том, что если наши понятия эпистемически индивидуированы, то по определению такие понятия, если они эпистемически индивидуированы, то по определению это такие понятия, что составные из них семантические содержания, то есть пропозиции, могут быть предметами нашего знания. И в таком случае вся цель сходится к тому, чтобы показать, что понятия в некоторой области, которыми мы обладаем, появляются эпистемически индивидуированы, то есть такими вот использования, которые может нас привести к знаниям. То есть он решает проблему интеграции, сцепляет эти технологии через понятия, которые определенным образом реферируют к ним. При вот таком кратком изложении может твориться впечатление определенного трюка, оно скорее обманчиво, хотя трюки есть там в других местах. Пик считает в целом, что можно достичь интеграции косимологии с метафизикой двумя главными образами. Он не говорит, что переездного образа, но вот два-три общих способа он выделяет. И в зависимости от предметной области, о которой идет речь, в зависимости от особенностей предметной области, мы можем обычно использовать либо одну стратегию, либо другую стратегию. Если вы заглядываете в следующую книжку после B&O, можно разделить те области, о которых идет речь, на условно говоря области, в которых осуществляется апостериорное познание и области, в которых осуществляется априорное. В случае, если это область, в которой осуществляется апостериорное познание, то мы можем достичь интеграции, указать, что понятия индивидуированы с помощью указания на некоторую каузально чувствительную способность, то есть способность чувствительную к некоторым каузальным воздействиям мира на нас. А в случае, если область является такой, в которой осуществляется априорное познание, как, например, гисбурс о модальности, то здесь есть другой способ. Это способ решения, способ интеграции эпиземологии и синтофизики. Это указание на то, что наше понимание, наши понятия в некоторой области индивидуированы или задаются, не индивидуированы, они задаются, конституируются некоторыми имплицитно известными нам принципами. И он вот таким образом решает проблему интеграции в виду для модальности, то есть он говорит, что есть некоторые имплицитно известные нам принципы, и ориентируясь на эти имплицитно известные нам принципы, мы используем понятия, которые, в общем-то, все сводятся к этим имплицитно известным нам принципам. Он, коротко говоря, объясниваясь в подробности, сводит необходимость и возможности, что не очень трудно, потом он возможность, для возможности он дает такое в немодальных терминах, терминах актуального мира объяснения того, что оно такое, с помощью там нескольких принципов, он говорит, как их там называют, в общем говоря, принципов модального дискурса, того, что мы подразумеваем, когда мы говорим, что нечто возможно, нечто вроде этого. Вот, что нам нужно здесь понимать, это что у нас есть, наше знание в некоторой области обеспечивается тем, что есть некоторые имплицитно известные, имплицитно, принципы, которые задают правила обращения с понятиями в этой книге. И в самой книжке B&N в главе о модальностях Кико коротко упоминает о том, что вот такое же решение, которое предлагают для модальностей, может быть использовано в случае для того, чтобы произвести интеграцию в области морального знания, в области моральной философии. Там мы также скажем, что у нас есть некоторые имплицитно известные нам принципы, есть набор принципов, которые мы, ориентируясь на которые, мы используем понятия, которые задаются, моральные понятия, соответственно, которые задаются этими самыми принципами. Кико полагает, что вот это его решение, оно, как всегда у него идет средним курсом, промеж двух плохих альтернатив, одна плохая альтернатива для моральной философии, это такая Гёдалевская альтернатива, то есть то, что у Гёдалева в области философии и математики. То есть это постулирование какой-то квазикаузальной способности, с помощью которой мы познаем сущности, которые непонятно, как могут быть познаны каузальной способностью, потому что они, кажется, каузально неэффективны. Гёдалю для математики такую способность приходится постулировать, ну, наверное, есть философия, который постулирует подобную способность для моральных фактов, что мы так как квазикаузально познаем моральные факты, прикасаясь к ним, какие-то свои способности. А другой, как бы, опять же, фланг, другая плохая, другое плохое решение, это, опять же, нон-конвентивизм или конвенционализм. Тогда я говорю, что никаких, можно говоря, значений нету, истинных оценок нету у моральных суждений. В принципе, картина вот такая, что наше употребление моральных понятий руководствуется набором имплицитно известных нам принципов. Признаю, что нам, разумеется, трудно сформулировать эти принципы эксплицитно, но в этом нет ничего удивительного. Но это правило, даже когда, в тех случаях, когда мы довольно в высокой степени уверены, что наше использование какого-то понятия руководствуется каким-то имплицитным принципом, на который мы ориентируемся, его используя, обычно нам трудно эксплицировать этот принцип и его нормально определить. Это понятие, попробуйте, например, определить понятие стула, или понятие холостяка, или понятие чего угодно другое. Вот тут, говорит Пикот, так же, только еще более сложно, потому что сфера еще более запутанная и эмоционально зараженная. И, тем не менее, Пикот полагает, что мы способны со временем лучше артикулировать этот набор принципов. Пикот не предлагает никаких конкретных принципов. Он не говорит, что вот, я вам сейчас расскажу, каковы моральные принципы. Он говорит, что, в принципе, общая стратегия должна быть такая. И, соответственно, наличие этих принципов, оно, можно сказать, дисциплинирует дискурс, то есть делает его непроизвольным. Он дисциплинирует дискурс о морали, делает его непроизвольным, задавая границы того, какие суждения осмыслены, неосмыслены, какие можно оценивать как истинные и ложные, и так далее, и так далее, и так далее. Это Пикотовский подход, и это не то чтобы какой-то маргинальный и нераспространенный подход. На самом деле, многие современные моральные реалисты, они к чему-то подобному приходят, такое пытаются отстаивать. Вот нам Ричард Свиндер прислал журнал свою статью. Она примерно в итоге в таком же духе. И сам он ориентируется на современных теоретиков, как Куньо и Ландао Шефер, которые тоже в итоге приходят вот к каким-то такому набору имплицитных принципов, хотя немножко в другом пути. Кажется, что очевидная более-менее проблема подхода Пикота, как применительно к решению интеграции, проблем интеграции области модальности, так и применительно к области морали, состоит в следующем. В конечном счете мы укореняем знания истин некоторого типа, например, моральных или модальных. Будем говорить дальше о моральных. Так вот, мы укореняем знания всех истин некоторого типа в знании моральных принципов. То есть принципов, так сказать, конституирующих дискурс морального. Но мы никак не решаем вопрос, и Кикат этот вопрос буквально даже не упоминает, он не понимает его нигде. Вот, мы не решаем вопрос о том, почему мы обладаем знанием самих этих принципов. Допустим, мы признаем, что у нас есть действительно имплицитное убеждение в этих принципах. И их имплицитное понимание того, что это как происходит. Но почему такое убеждение, строго говоря, может являться знанием? Для объяснения того, почему знание других моральных пропозиций является знанием, мы апеллируем к этим принципам. А для объяснения того, почему знанием являются они сами, мы явно не можем апеллировать к ним самим. Потому что обоснование, ну, так оно не работает. А здесь, как бы, в моем докладе было несколько строк о том, какие ходы вы можете делать. Вот так, но я это просто чувствую, что не хватает времени. Эту проблему можно в целом сформулировать как проблему предельного источника морального знания. То есть моральный реалист, для того, чтобы иметь право считать, что наше употребление моральных понятий обосновано и может давать знания, должен ответить на вопрос о том, как и почему мы в конечном счете приобретаем эти понятия. Этот ответ должен показать нам наше, ну, то, что называется, в принципе, entitlement, я не знаю, как перевести, кроме как право, наше право на употребление этих понятий, то есть указать на эпистемические основания того, чтобы считать, что они каким-то образом, так сказать, цепляются за мир. И следует заметить, что такое требование является особенно острым применительным к пикку, не то чтобы пикок нечувствителен к такого рода требованиям, он сам их обсуждает. Вот в той самой The Realms of Prism, он отдельно озабочен объяснением и обоснованием нашего entitlement, нашего права на внесение суждений в определенных областях, то есть объяснением того, почему эпистемические основания в определенных сферах познания имеют ту силу, которую очень архитически имеют. В частности, он рассматривает подобный вопрос в случае познания в процессном восприятии, и, коротко говоря, приходит к выводу о том, что в отсутствии хороших оснований для сомнения перцептивные данные дают нам основания для формирования убеждений о мире, потому что в этих условиях, полученные таким образом убеждения будут с высокой степенью вероятности истины. Они будут с высокой степенью вероятности отражать мир, и поэтому мы entitled to our perceptive belief, поэтому у нас есть право на то, чтобы принимать наши убеждения за чистую мою монету, потому что они true conductive в определенных нормальных обстоятельствах. И далее он сам поднимает вопрос о природе этой true conductiveness, о природе того, почему они тяготеют к истине, и дает на него вполне правдоподобное эволюционистское объяснение. Да, действительно, мы сформировались как существа в среде, где истина, где наличие механизма, который позволяет формировать истинное суждение, было выживательно, было фактором отбора, с высокой вероятностью могло быть фактором отбора, и поэтому у нас есть такой механизм. И, соответственно, кажется, что в случае с его объяснением априорного знания, Adelius of Business посвящена априорному знанию, и в частности моральное знание является априорным. И в случае, если мы это априорное знание объясняем через систему имплицитно известных нам принципов, мы должны бы объяснить, почему сами эти имплицитные принципы каким-то таким же образом являются надежными. Какое право, какой entitlement у нас есть на эти самые имплицитно известные якобы нам принципы. И здесь вступает в ход та проблема, что существует довольно большая литература, еще не было, когда он писал, и в этом смысле неинтересно, что он скажет вам сегодня вечером. Существует довольно большая литература, которая направлена на то, чтобы показать, что эволюционное объяснение в данном случае, которое было бы правдоподобно, оно невозможно. Есть некая статья «Шерн-стрит. Дарвинянская дилемма для морального реалиста», где она показывает, что кажется, что нет никакого способа таким моральный реалист мог бы убедительно сказать, что моральные обсуждения, моральные пропозиции могут быть в контакте, и они могут цепляться именно за истину. Кажется, что для некоторых случаев области априорного знания подобного рода объяснение нашего эндайдлума там можно предложить. Например, для математики, для логики, кажется, что мы можем предполагать, что если мы введем предпосылку, что в мире есть некоторая объективная математическая структура, мир, так сказать, математизирован, то такие существа, как мы, эволюционно сформировавшись в этом мире, могли эти содержащиеся в мире структуры некоторым образом инкорпорировать в наш аппарат когнитивный, потому что они эволюционно полезны, полезны для выживания. То есть если, как говорится, Шарелл-Стрит, если мы, будучи древними охотниками, для нас важно один лев стоит у входа в пещеру или два, или там вообще нет одного. И учитывая, что чувствительность к математическим аспектам мира является важной, мы действительно могли сформировать некоторые имплицитные принципы, которые просто в наш разум зашипят нашу когнитивную систему, которые мы можем затем оттуда достать. Но сама надежность этих принципов, она вот эволюционно таким образом объясняется. Но никакого убедительного способа, как утверждают люди в обеспечении и сторонниках, то же самое проделать для морали, который у нас нет, а нам нужно как-то это обосновать, нам нужно какой-то дополнительный следующий шаг для того, чтобы эти имплицитно известные якобы нам принципы в чем-то укоренить, объяснить, как они цепляются за мир, тем более, что для пикока самого очень важно, чтобы истина не крутилась в пустом пространстве, чтобы она как-то в итоге цеплялась за мир. И последнее, что я скажу, что кажется, что если мы этого не сделаем, если мы не предложим такого вот этого дополнительного обоснования нашего интайтлмента на не принципы, не известные принципы, то мы могли бы сказать, что дискурс о морали, рассуждение о морали, утверждение о морали, оно будет дисциплинировано. В нем будут условия правильного и неправильного вынесения суждений, которые можно подвести асистемы с переводчиком. Но в некотором смысле на него можно будет смотреть, как атеист смотрит на дискурс о религии. То есть там здесь тоже есть правильные какие-то утверждения, которые можно формулировать. И неправильные, есть какие-то ограничивающие принципы, может быть, даже какие-то из них интеллициты нам известны. Но, в общем говоря, если оно ничему не соответствует, то в некотором смысле это игра ума, к которой непонятно, почему мы должны относиться с такой бы то ни было силённостью. Кажется, что Пикок должен нам сказать, каким образом эти его имплицитно известные нам моральные принципы могут, мы можем иметь на них право, на них интеллицитно. Вот, собственно говоря, то, что я хотел вам обсудить. Артём, у меня вопрос по вашему сегодняшнему и вчерашнему сразу докладу. Вы сказали, что правила модального или принципа модального дискурса, если я правильно понял, то по Пикоку принципы модального дискурса позволяют отличить возможное от невозможного. То есть, налагают какое-то ограничение на возможности. Да, насколько я понял. Но, производят ли они само понятие возможного или определяют ли они саму дистинцию возможного и действительного. Просто, если они этого не делают, то мне непонятна идея как бы сведения модального и модального. Мне кажется, они это делают. А как? Вкратце, можно. Здесь мне трудно сказать. Здесь надо же протестовать наверное, конкретное истинение, у меня вот нет такого ответа. Кажется, что если наш дискурс о модальностях дисциплинируется этими принципами, то предполагается, что знать, что такое возможное, то есть буквально обладать понятием возможностей, это значит руководствоваться этими принципами в применении этого понятия. То есть, в некотором смысле они являются, ну что ли, плохо-то сказать имплицитными определениями, но они являются правилами употребления. Можно сказать, можно, наверное, попытаться было бы их отождествить с правилами введения и исключения конъюнкций, которые являются в некотором смысле определением того, что такое идея. Понятно. То есть, само понятие возможности, само его содержание, скажем так, определяется этими. Я думаю, да. Это финансионализм. Это финансионалист, как говорится. в широком смысле, пожалуй, да. В широком смысле, но здесь есть послуженность. Хорошо. Есть еще какой-то... У меня короткий вопрос. Есть еще вопрос? Есть ли у меня короткий вопрос? К самому началу доклада, когда ты говорил про индивидуацию, понятие, что когда мы видим, когда я вижу красное, если я владею понятием красное, у меня должно возникать удивительное осуждение о том, что это красное. Конечно, я не выкликиваю его сразу, но оно есть. Является ли такая картина опыта-продоподобной? То есть, опыт состоит из цветных пятен, а еще к ним каждому привинчена отдельная мысль. То есть, вот я смотрю на тебя, и у меня куча мыслей сразу. белая, серая, синяя, цвета кожи. Кажется, это так мозг не работает. Так действительно не работает мозг, и как я себя защитил от этого изначально, я объясняю на пальцах, на кошках и на прочих отростках моего тела. Откуда, видимо, следует, что кошка это отросток моего тела. Почему бы и нет? Да, у самого пика, насколько у него несколько другие формулировки, он полагает, что агент в некоторых обстоятельствах, если тут возникает вопрос о том, какая должна быть стимуляция агента, если его спросить, или если и так далее. Тогда я тебя полюбил. Хорошо, тогда спасибо. И следующее у нас Инги Даневич про лоб. Может быть, Лев меня поправит, может быть, я что-то не рассказал? Я помню. Я признал. Выше школы экономики с докладом «Бективное поведение как фактор поэписывания моральной ответственности». Когда я ждал, у меня был вопрос недоумение. А у вас уже месяц назад молодежь наладилась? Куда еще ты наладилась? Как еще и ванную все-таки молодежь на проводе. Так, я скажу то, что, как и в случае с Женей, мои доклады некому образом связаны разной, которые я делаю на разных конференциях. Сегодня я в начале своего доклада буду кратненько совсем рассказать то, что я докладывал в Петербурге, очень коротко. Чтобы вы узнаете содержание этого доклада и еще одного, который я делаю. Начинается мой доклад просто с трех условий уместности подписывания моральной ответственности, которую выделяет Евгений Логинов. Он на них уже рассказывал, поэтому я даже особо комментирую в него, но они здесь просто на саге представлены. Соответственно, в прошлом своем докладе я рассказывал эту историю про рок-музыканта Василия и его фанатку Машу. Маша написала Василию письмо на нем любви и в этом письме проинформировала Василия, что если она не ответит на это письмо, то она выдастся с крыши. Василий не ответил, Маша сбросилась с крыши и вот мы ставим перед собой вопрос, можно ли, уместно ли приписать Василию какую-то моральную ответственность за такие события, такие последствия. И тогда в Петербурге мы говорили, что нет, не уместно, потому что не соблюдается здесь творческое условие или наводимое условие, у Василия не было никакой злой воли в основе его действий, ну, соответственно, никакую моральную ответственность ему приписать нельзя. Также мы говорили, что может быть все-таки не все так однозначно, не все так просто, что как минимум у отца Маши могут быть основания ненавидеть Василия или обвинить его, как-то осуждать Василия за то, что он не написал мне ответственность письмо. Соответственно, мы говорили о том, что могут быть какие-то такие особенности, во-первых, позиции, во-вторых, мы, может быть, могли бы сказать, что вот эта реактивная обстановка отца Василия уместная и оправданная, но при этом не является моральной обстановкой в отношении... Отца Маши, в отношении Василия. Также мы могли бы сказать, что Василий обладает каузальной ответственностью по отношению к таким событиям, но каузальная ответственность не всегда влечет моральную ответственность. Ну, на этом мы могли бы сказать, что в случае особо тяжких последствий, возможно, каузальная ответственность влечет моральную в том смысле, что когда в последствии особо тяжкие, нам как-то трудно сказать, что людей, причастных к этому, неуместно как-то вообще винить или осуждать или в отношении какие-то реактивные остановки испытывать, как там в случае, допустим, тех, кто каузально причастен к аварии на Чернобыльской инстанции или что-нибудь подобное. Ну, ладно, это было, в общем, такое введение с прошлого доклада для тех, кто не слышал нас прошлого доклада. А сегодня у нас будет другой, просто атернативный сценарий той же истории. Допустим, что Василий ответил на письма Маше, они познакомились, стали общаться, поженились, и, тем не менее, большого счастья это Маше не принесло, потому что обнаружилось вскоре после того, как они стали жить вместе, что Василий жуткий абьюзер. И по малейшему поводу Машу избивают, у них скандалы регулярно каждый день. И особенно, в общем, отражал Василия, когда Маша ему на ужин подавала недостаточно разогретый борщ. Горячий какой-то, тёпленький такой. Сразу же следовал скандал, сразу же следовал избиение. Такое было уже неоднократно, Маше это надоело, Маша устала такую же не терпеть. Она замыслила следующее. Она замыслила в очередной раз, когда вдруг звезда Василия придётся ей петиться домой. Она подаст ему на стол недостаточно разогретый борщ. Будет скандал, он её и забьёт, она снимет побои, пойдёт в полицию, заведут уголовное дело, Василия посадят. Он там будет сидеть и страдать. Вот такой был изначальный план Маши. Ну и, собственно говоря, он взялся во всех своих частях. И мы можем наблюдать, что три условия приписанной неморальной следственности Маши в данном случае соблюдены. Маша контролировала, какой температурой подать борщ на стол Василия. Маша имела в основном истинное убеждение о том, какие будут последствия, если температура борща будет ниже определённой отметки. И, наконец, в своё намерение Маши были совершенно недобрыми по отношению Василия. А я более злой. Соответственно, это ставит на нас передоваж самого о том, можно ли или уместно ли в данном случае приписывать Маше моральную ответственность за последствия её действий и вообще за наступившие события. И у нас могут быть несколько вариантов ответа на этот вопрос. Первый, как не представляет, но более естественный, это то, что мера моральной ответственности Маши за подачу недостаточно разогревшего борща равна 0, а мера моральной ответственности Василия равна 100% за измерение Маши. Ну, за последствия. Везде всегда и всюду морально допустимо подавать к ужину борщу любой температуры, любой соленции, независимо, если вообще ни от чего. Ничего не может быть объектом осуждения за подачу недостаточности. Вторая точка зрения о том, что Маша частично морально ответственна за некактивные события, последовавшие за это. Хотя её мера ответственности значительно меньше, чем мера ответственности Василия. Скажем, это в соотношении 5% до 5%. Пользуйся. Если Василием осуждаем на год за тяжкие побои, то Машу вот за все эти смыслопившие события надо было закрыть на 15%. За, 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 ну, за, 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 за провоцирование. Потому что она знала, что это будет условие, так сказать, соблюдено. И намерения её были конкретные, чтобы вот это случай был. По моим представлениям, может быть, Евгений, я и не согласен. Это точка зрения о каких-то. Может быть, потому что они на это за счёт квадратических. Следующая позиция то, что мера ответственности Маши значительно больше, чем мера ответственности Василия. Потому что Василий это рок-звезда. Он совершенно обитый человек. С ним вообще взять нечего. Он абсолютно не меняемо контролирует себя. Он постоянно утрачивает моральную ответственность каждые полчаса. И, в общем, с него спроса никакого. А Маша, действия Маши, они спланированные, сознательные. Поэтому ответственности её значительно больше, чем ответственность Василия. Василий жертва манипуляции со стороны Маши. Он вообще инструмент её манипуляции. В заключении четвёртого пункта, который вы добавите, это то, что ответственность равна нулю для обоих агентов. Никто вообще ни за что не ответственен. Просто вот такое здесь не бывает. Всё. Конец истории. В зависимости от того, какая позиция ближе, у нас, конечно, может быть разная аргументация. И на эту аргументацию могут влиять теории, которые мы разделём, теории моральной ответственности, и наши моральные интуиции. По моральным интуициям мы будем понимать некие такие установки и оценки, моральные оценки, которые у нас вызывают доверие значительно больше, чем любые теории. Ну, это можно называть сильными моральными интуициями. То есть то, что, когда вот такого рода установки и оценки вступают в моральные теории, мы скорее склонны подвергать ревизии и пересмотру моральной теории, чем наши интуиции. Потому что они вызывают нас больше доверия. При этом мы понимаем, что моральные интуиции, конечно же, подвержены могут быть ошибкам. Мы подозреваем, что моральные интуиции Ивана Грозного, наверное, были некоторые весьма ошибочны, если вообще можно говорить об ошибочности моральной интуиции и моральной установки. Ну, несмотря на то, что мы понимаем, что моральные установки и интуиции могут быть ошибочны, тем не менее у нас есть некая такая склонность просто посредине моральных интуиции им доверять. И пересмотры моральных интуиций, ну, сильных моральных интуиций требуют каких-то экстрадинарных свидетельств. Экстрадинарные ревизии, пересмотры требуют экстраднявные свидетельства. При этом моральные интуиции мы можем условно делить на сильные и слабые. Слабые – это те, которые у нас есть, какие-то склонности так или иначе, оценивать дельные события или не есть агенты. Но от этих интуиций мы можем легко отказаться, тогда как сильные моральные интуиции – это те, от которых нам крайне сложно отказаться, они требуют очень величины. И, наконец, еще все это может варьироваться от субъекта к субъекту. Вот для кого-то могут возникать по отношению одной и той же ситуации слабые моральные интуиции, у кого-то сильные моральные интуиции, у кого-то вообще никакие интуиции. Так, ну и, соответственно, вот к моральному сценарию у нас могут быть разные, в общем, мы можем обнаружить все разные ситуации. Первая ситуация – у нас есть сильные моральные интуиции в отношении того, каким образом распределяется моральная ответственность между Василием и Машей в данном случае. Вот мы просто послушали мой сценарий, у вас могла возникнуть интуиция, как распределяется ответственность. Второй вариант – это когда у нас есть сильная моральная интуиция, но не в отношении распределения ответственности в данном случае, а в отношении общего принципа, имея в отношении которого моральная интуиция, мы буквально в одно действие, не замечая даже для себя, сразу распределяемая ответственность между Василием и Машей. Например, victim blaming недопустим вообще нигде и никогда не делить обстоятельства. И это как бы сразу нас направляет, как следует распределить моральную ответственность в данном случае. Или недопустим морально осужда человека с серьезными нарушениями ментального здоровья, который нуждается в помощи и лечении. Ну и тоже, вне зависимости ни от чего. Ясно при этом, что эти разнообразные такие общие принципы могут время от времени вступать между собой в конфликт. Ну, в этих случаях мы склонны некоторым образом приоритизировать общие принципы, выделять какие-то для нас более важные и значимые, которые мы точно хотели сохранить, и выделять тех, которые менее незначимые, которые мы можем как-то допустить исключение, как-то пожертвовать в том же нам сейчас. Такая рода приоритизирования, если мы его за собой замечаем, ставит нас перед какой-то проблемой не в моральных обсуждениях наших какого-то wishful thinking. То есть, когда мы определяем систему приоритетов, мы как бы тем самым говорим, какие принципы у нас более важные, тем самым мы хотели бы, чтобы соблюдались в первую очередь. И определенные черты wishful thinking, конечно, тут, конечно, можно проследить. С точки зрения нанкогнитивизма в этом вообще нет никакой проблем, нанкогнитивизм в принципе подозревает в моральных установках некогнитивные состояния, соответственно, в аргументации, которые как-то апеллируют к этим установкам, вышло так. Но та же проблема может как-то прослеживаться и для других позиций, в том, что и даже для морального реализма. Потому что, с одной стороны, если мы реалисты, мы должны допускать существования моральных истин, которые нам сильно не понравятся. Ну, потому что они вот такие, как и я, и они есть, независимо вообще от нашего отношения, если я так говорю, существует. Но при этом вот эта вот идея существования моральных истин, которые бы нам неизвестны, сильно бы нам не понравились, некоторым образом кажется тоже странной. Задача очень. Хорошо. Ну, в общем, проблема высшего пункта для моральной администрации, это, конечно, очень интересная проблема, но я сейчас идем дальше, погружаться не буду. Двигаемся дальше, какая еще у нас может быть ситуация. Мы можем обнаруживать себя в ситуации, когда у нас нет никаких сильных моральных интуиций про случай Маша и Василия. И, соответственно, если у нас нет никаких моральных интуиций, тогда можем себе вполне позволить просто оперировать теми моральными теориями, какие к ней нам ближе, какие, по нашему мнению, доказали свою эффективность и убедительность, и применять эти теории к данному случаю и принимать выводы, соответственно. Вот, соответственно, у меня такие три сценария действий, в зависимости от того, в какой ситуации мы себя вообще обнаруживаем. Мы можем развивать различную аргументацию, и, соответственно, я вполне себе представляю людей, которые реагируют на мой сценарий про Василия и Машу, которые рассуждают совсем не так, как я. Можно рассуждать по-разному, но я могу в данной ситуации только лишь поделить свой способ рассуждения, свой способ подхода к этой ситуации. Соответственно, я придерживаюсь вот этого второго круга, обнаружу себя во второй ситуации. У меня есть, допустим, сильная интуиция в отношении того, что эффективно не допустим неприятных обстоятельств. И, соответственно, в подходе Евгения я, как следствие, должен ввел теоретическом подходе какие-то искать изъяны, которые позволили мне обосновать, почему этот подход как-то нужно уточнить или подвергнуть этой ревизии. И, как мне представляется, причина в том, что в этом подходе никак не фигурируют моральные нормы. То есть, как мне кажется, список в условии уместности приписанной моральной ответственности как-то требуется все-таки дополнить указанием того, что моральную ответственность уместно приписывать тогда, когда нарушены какие-то моральные нормы. в отсутствие нарушения моральных норм приписывать моральную ответственность странно, даже если три условия выполнены, включая нормативные. Единственное, что тут можно, ну может быть не единственное, но то, что мне видится, что тут могу сказать Евгению, это то, что, в принципе, совершать поступки, такие, как совершила Маша, руководствуясь злой волей, это морально предостудительность, это нарушение моральной нормы, но это вот потребовало бы от Евгения допустить существование такой моральной нормы, как уместность осуждения любого поступка, совершенного на основе злой воли. Такая точка зрения регулистична, может быть, и возможна, но я сомневаюсь с точки зрения Евгения, и то, что он хотел разделять, поскольку в такой ситуации даже само понятие осуждения, столь важное для моральной теории, нужно как-то очень аккуратно сформулировать, потому что объявление должно не предполагать никакой-то уже злой волны, совершения осуждаемого, ничего такого негативного, это должно быть какое-то очень нейтральное осуждение, без негативного отношения. Ну и, в общем, в любом случае, такая система взглядов может быть и хотя и возвышенная, но довольно регулистичная, и едва ли это то, что хотел. Соответственно, если так, то я полагаю, что возможны действия, удовлетворяющие всем трем условиям уместности возложения моральной ответственности, которые предлагает Евгений, но которые при этом не нарушают никаких моральных норм, и приписывание моральной ответственности за такие действия кажется нам странным и контруинтуитивным. Соответственно, вот в рамках подхода Евгения встречаются ситуации, когда агент совершает плохой поступок, но его все-таки неуместно осуждать, и Евгений объясняет, почему такое может быть. А я утверждаю, что в рамках этого же подхода мог быть действие, про которое можно сказать вот так, что Маша не совершила ничего плохого, но с точки зрения Евгения Логинова ее уместно осудить за то, что хотя она не сделала ничего плохого. Вот такая проблема у меня видится, и, в общем, это была цель моего доклада и вложить этот вопрос. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, смотри, нас экономило много времени. Я стараюсь это делать. Да, спасибо. Очень стимулирующий пример. У меня есть вопрос к тому, по поводу чего вообще мы предполагаем накладывать или не накладывать моральное ответственность на агента. Значит, тот предмет ответственности, который ты рассматриваешь в докладе, если я понимаю, это именно страдания, причиненные Василию Машей. Но я предлагаю посмотреть на вопрос более широко, потому что есть еще и общество, и есть еще и сама Маша, которая тоже испытывает некоторые страдания, и можно рассмотреть ответственность ее по отношению к себе самой. То есть из некоторых вариантов действий она выбирает такой, при котором страдания Василия больше, но страданий ее самой меньше. И получается, что... Ну, она же тоже человек вообще. Получается, что если учитывать этот фактор, то ее моральная ответственность, даже если мы ей меняем ответственность, она не должна однозначно вести к тому, что мы ее можем осудить, мы можем наоборот сказать, что я молодец. Во-первых, она способствовала установлению справедливости. Ведь она же подала в суд, а в суде вроде как справедливо допосудила. Она же не сама посадила Василию Машей. Плюс она еще, значит, изолировала потенциальную опцию. Потому что Василий такой, он мог бы, кто это ее бить, кто бить детей, там какую-нибудь свою еще вторую жену после того, как Маша не будет раскладываться с ней, тоже губил. А потом он сидит, никого не трогает. Вот. Ну и по поводу Василия тоже. Если он такой, а дикий человек, встает вопрос, а сейчас ли он хочу, например? А если он не обращался, а почему он этого не делал? Он еще не знал, что люди, которые, ребят, он в своем зоне, ну, как-то не носил здорово себе. Ну, что ты можешь сказать? Первое – это то, что ответственность, мы говорим в рамках нашей политической конструкции, что ответственность фактором приписанной моральной ответственности, то, за что приписанной моральной ответственности – это действие. В принципе, конечно, зачастую мы говорим про ответственность за действия и их последствия. Прямо через своих мнений. В одном из своих докладов я как-то пытался сконструировать подход к тому, чтобы последствия просто помогали нам, позволяли нам более fine-grained, более частным образом дифференцировать действия. То есть одни и те же действия с разными последствиями, мы называем разными действиями. И тогда все-таки это позволяет нам приписывать моральную ответственность только за действия. А последствия как бы не включены в индивидуацию, в самом деле. Это первый момент. Второй момент – это то, что подход Евгения, насколько я себе представляю, не особо-то консекционалистский. И, соответственно, существенная черта все-таки этих условий, вернее даже такой основополагающий принцип, по сравнению моральной ответственности, вот прямо самое ключевое такое звено – это качество воли. Злой, ну, как бы, мотив. Поэтому даже если, хотя вот в этом примере с агентом А1, хотя мотив был злой, а последствия хорошие, то вот это вот, вот это вот, вот возникает вот эта вот конструкция, когда агент совершает плохой поступок, но Евгений его за это не осуждает. Вот этот вот нюанс. Может быть, это позволило бы Евгению сказать, что он не осуждает Машу, но это была бы такая трехчастная конструкция, когда он, то есть трех частей. Он ее обсуждает за то, что злой умысел был в ее действиях, но он не осуждает, потому что последствия, может быть, были скорее хорошие, чем плохие, если это можно так оценить. Но это уже Евгению разбираться с такой сложной структурой, и, может быть, если бы он не уехал, он нам что-нибудь там бы сказал. Я очень извиняюсь, что мой доклад… А я могу сказать, что я уже уехал. Да, это было бы вчера, да. Ты уже уехал. Ты сегодня уже уехал. Это интересная позиция. Да, большое спасибо, Малатар. Я бы хотела маленькую реплику, интересный вопрос. Вы говорили про то, что, как правило, когда человек либо понимает моральную интуицию, на самом деле, либо у него какая-то глобальная моральная интуиция, что всегда обидеть нельзя или всегда обидеть нельзя, или он индифферентен и поэтому выбирает некоторую теорию. Мне кажется, что может быть наоборот. У него есть какая-то интуиция, которая неформализована, и он выбирает теорию исходя из своей интуиции. Да, я про данный конкретный случай беру. Мы сталкиваемся с конкретным случаем, и у нас может не быть интуиция. Соответственно, у нас в наличии может быть какая-то теория, которую мы можем применить и получить ответ. А, естественно, вот эту надежную, хорошую, по нашему мнению, теорию, мы, естественно, проверяем на каких-то других случаях, когда она согласуется с нашими интуициями. Это просто такая маленькая редкость. Это именно так, но в единичном случае у нас может быть вот такая ситуация. Да, и вот второй вопрос. Я вообще согласна с Саней в том смысле, что мы должны смотреть не только на какое-то действие, но и, в принципе, на возможность выбора из набора действий. И в этом случае Маша, возможно, выбрала наиболее лучший вариант из возможностей. Но другая ситуация немножко. Может кто-нибудь помыть, я не знаю, в отбайкерси. Когда, к примеру, человек ведет себя идеально, но только в том случае, если ему даже чуть остывший бождь, он слетает с катушек. И Маша про это знает. То есть во все остальные случаи он ведет себя идеально, как идеальный муж, который может это мечтать. В этом случае поступок Маши можно расценить как плохой. Да, я об этом думал и о чем-то в таком направлении. Может быть, все-таки. Мне даже кажется, это можно усилить. Может быть, возможно, какая-то аргументация, что этот поступок можно оценить как плохой. Даже не апеллирует к идеальности поведения всех других случаев, что Маша знает, что как это вообще, какие будут последствия, как он будет нервничать, как, например, она проявляет тем самым неуважение. Он реагирует, ну как бы, неуважение к его чувствам, к его нервам. Он только реагирует. Он реагирует, прежде всего, на это старт неуважения. И, в общем, в какой-то мере он не то что… Короче говоря, реагирует. Реагирует. И некоторая аргументация в сторону защиты тут, возможно, статистическая. Ну, интересно думать там, как это вообще может быть вписано в какие-то теоретические условия. Волю вообще в принципе. Спасибо. Да, и хотелось бы сказать, что в рассмотрении шеи, да, и сказать, что есть процедура судебных, да, и получается, что при судебной практике, если бы женщина сказала, что пришла в суд, подала в суд и сказала, что вот такая будет ситуация, тогда бы в Марию попросили доказательства, допустим, снятия побоев требуется в суде. То есть, она выбрала суд, да, для восстановления справедливости. А после этого, не только в духовном исходе, которое в каком-то юридическом практике существует. Поэтому, если бы она сделала что-то для восстановления справедливости вне рамок закона, то тогда это может быть интересно. Это правильно. Поэтому, чтобы сделать мой пример проблематичным для концепции Евгения, мне обязательно нужно, чтобы Маша руководствовала злой волей. То, о чем вы говорите, оно возможно при отсутствии злой воли. Она просто хочет справедливости, не испытывая злых чувств по отношению к Василию. Но, с другой стороны, все-таки в реальной жизни довольно сложно себе представить. Скорее всего, она его ненавидит. И вот это ее стремление в восстановлении справедливости сочетается, или даже, в общем, как неразрывно сочетается с ненавистью, которая, с точки зрения Евгения, предусмотрение действия правил, протектованное ненавистью, злым умыслом, злой волей, при соблюдении всех остальных условий, контроля и знания последствий, достойно осуждения местного. Ну, еще хотел бы спросить, как, в принципе, говорили про техническую теорию, теория морали не существует, теория политических игр, причина, когда-нибудь все рассматриваются. Эксперты знают. Да, конечно. Очень много. Было в 90-е, в общем-то, в общем-то. Артем, с этим уж. В общем, да. В общем-то, ты переснил свои первые слайды. У тебя, мне кажется, или даже не кажется, я буду не его. Женя, в данной ситуации у тебя две ошибки в комплектации с того, что вы говорите. Первая ошибка, следующая, следующая. Следующая. А, извините, там, где… А там Женя говоришь, что? Женя об этом. А ведь Женя говорил вот на том слайде. Нет, еще, еще. Нет, следующая. Следующая и еще. Полностью. Вы или да? Нет. Пожалуйста. А первая ошибка в том, что ты идентифицируешь в качестве работы, что ты не существует ответственность, у тебя получается, что Маша несет ответственность за чужую поступку. Это… Нет, за свой поступок. Понял, что тяжелые последствия. Поступок? Ну, ты индивидуируешь поступки последствиями. Это вообще не как в теории. Маша несет ответственность за то, что она подала борщ, а не за то, что сделала с ней за это… Да, за то, что подала борщ. Так, я и проговаривал в докладе. А у тебя вопрос о том, ответственно ли Машу за то, что она подала теплую борщ. И первый грамм говорит, что никто не может быть ответственен за то, что подала борщ. Да. Соответственно, просто дальше смотри. Маша частично, парально ответственна за негативные события, хотя ее мера… Это не то, что… Потому что все-таки очень часто мы встречаем ситуацию, когда действия и последствия. Ответственность за действия и последствия. Здесь это просто другая ответственность. То есть это в некотором смысле амонимия, не совсем амонимия, но в рамках этой теории, которая предлагает жизнь, ответственность за события не рассматривается. Рассматривается ответственность за действия некоторых поступков. Или за что-то еще. То есть это просто не то, о чем придет. Можно, конечно, ее так расширить, но это не то, что предлагается тебе. Ты можешь критиковать теорию, которую ты в данном случае в некотором смысле сам собрал. Это первое. И второе – это вот, собственно говоря, то самое третье условие, как ты понимаешь, условие качества воли. Качество воли – это очень неудачный термин. Нам надо в нашем трудовом коллективе от него отказываться, как мы оказались от психологического условия, перешли к нормативу. Нам надо отказаться от качества воли. Качество воли – это не значит, что у нее было злоство. Это не значит, что он был, что она его ненавидела или что она желала ему чего-то злого. Это лучше передается тем условиям. Нормативные условия – это как раз подсоединение нормативной содержательной теории к, собственно говоря, характеру агента. То есть это… Речь здесь о том… Просто некоторые из теоретиков называют это качеством воли. Это технические вещи. Это, собственно говоря, то, какими моральными основаниями агент руководствуется в своем действии. В данном случае, если Маша руководствуется такими основаниями, которые не являются сами предупредительными, которые являются вполне справедливыми, допустимыми основаниями, то у нее… Мы не можем сказать, что ее воля не имеет того характера, который заслуживает осуждение. Маша не заслуживает осуждение, потому что вот в этом техническом смысле ее воля и тащество ее воли – это ужасный термин, надо от него отказываться, он вызывает непонимание, и он продолжает вызывать непонимание. Она является нормативно такой, которая… Ну, в данном случае не заслуживает такое осуждение. Ну, на этот вопрос в докладе Жени уже сегодня звучало, что нормативные условия лишь цепляют… Да, нормативные условия… Цепляют… Но оно там никаким образом не содержится, оно как бы является общим регулирующим принципом, а частные нормы там не фигурируют. Такое есть. То есть, в зависимости от того, какая у тебя нормативная теория, нормативные условия будут давать разные результаты. То есть, если твоя общая нормативная теория такая, которая присваивается фактору такое отношение здесь, что это не дурно, что она не делает ничего дурного, нормативные условия не выполняется и мы ее не осуждаем. Способ нормативно характеризовать агента. Он правильно мыслит в данной ситуации, он правильно как бы ориентируется на правильные основания или он ориентируется на такие основания, на которые он не должен ориентироваться, на эгоистические основания или он… Нормативные условия – это условия возложения моральной ответственности. Оно будет соблюдаться и не соблюдаться в зависимости от нормативной теории. Пробольно трудно себе представить агента, заблуждающегося, вот в этом заблуждении, каждый агент полагает, что он поступает правильно. Можем мы такое сказать? Нет. Ладно, об этом мы тогда поговорим в баре, потому что это сильно противоречит моим. Хорошо, у нас кончилось время. Спасибо. Спасибо. И теперь у нас перерыв. Игорь Негода. Итак, ну коллеги, продолжаем. Продолжаем нашу работу. Начнем мы это продолжение с Артем Петровича Беседина на центре «Подпорта КТНГУ». И тема Артем Петровича «Внимание. Как вы положили моральные ответственности?» Спасибо за представление. Вот, позвучало уже в докладе Жени, который у нас определяюще является в сегодняшнем секции, в сегодняшнем столе, определением эпистемического условия. эпистемическое условие моральной ответственности это условие знания. Мы предполагаем, что для того, чтобы нести моральную ответственность, агент должен что-то знать. И я буду говорить именно об этом условии, об эпистемическом условии, и, соответственно, я буду работать в таком узком плане, буду оценивать узкому подходу, если применять то различие, которое я делал в своем докладе. Я считаю, что по праву, кроме этого подхода эпистемическое условие является вполне самостоятельным, и я воспользуюсь формулировкой эпистемического условия, которое предложено вот в работах коллектива авторов Евгения Логин, Артема Ивусова, Евгения Салова. Эпистемические условия формулируются таким образом. Возложение моральной ответственности уместно только в случае, если агент находился в такой эпистемической позиции, из которой ему в достаточной степени было доступно релевантное знание о том, за что на него возлагается моральная ответственность. Я здесь сразу привлекаю внимание в диспозициональных регулировках. Мы говорим не о том, что предложение моральной ответственности уместно в том случае, если агенту актуально имеется некоторое знание. Мы говорим о том, что он находится в позиции, с которой ему доступно. это делается для того, чтобы учесть ряд спорных, скажем так, случаев. Вот я для примера приведу такой случай. Представим себе, что офисный работник приходит на свое рабочее место и нажимает на кнопку включения своего компьютера. и он в данный момент не помнит о том, что его заранее предупредили, что будут проводиться какие-то ремонтные работы и не надо включать никакой детки, потому что это может привести к нежелательным последствиям. То есть, он нажимает на кнопку и электрика, которая в этот момент что-то там чинит, бьет топ. Вот спрашивается, как вы должны с точки зрения моральной ответственности рассмотреть, данную ситуацию и вполне резонными будут упреки в сторону нашего офисного работника по типу ты должен был помнить, ты должен был знать и так далее. И мы считаем, что во многих ситуациях подобного рода упреки являются вполне обоснованными. Вот врач выписывает лекарство, которое имеет нежелательные побочные эффекты в то время, когда существует лучшее лекарство. мы можем сказать врачу, что вы должны были знать положение дел фармацевтиков на сегодняшний день, вы же врач. Ну, что-то подобное можно сказать и офисному работнику, что это было достаточно важно, всем это сказали, ты должен был помнить о том, что ведется с работой. но это не значит, что офисный работник, я специально не использую пример с врачом, потому что другие люди скучаются, нежелательные, для моего случая, это не значит, что офисный работник никак не мог бы ответить нам на такой упрек. наш офисный работник вот такой, какой он есть, он может сказать, ну вот я, например, забывчивый человек, есть у меня такая черта, если хотите, характера, есть у меня такая психологическая черта, и ничего с этим вот делать я не могу, во всяком случае, я не могу контролировать свою забывчивость. Забывчивость устроена не так, что если я о чем-то забыл, когда мне нужно об этом вспомнить, я просто беру и вспоминаю, это не находится под контролем агента. Что вот, что вы мне прикажете в данном случае делать? И действительно, возникает довольно сильная интуиция, что для того, чтобы ответить уже на подобного рода оправдание офисного работника, нужно признать правоту вот этого требования контроля над своими психологическими состояниями, установками и так далее. То есть, мы прекрасно знакомы со случаями, которые описываются в литературе, что вот, допустим, установки агента сформировались в детстве, агент стал преступником из-за того, что у него было тяжелое детство, и мы, я надеюсь, все согласимся, что интуитивная сила у подобного рода оправданий есть. мы чувствительны к подобного рода оправданиям, и мы чувствительны к заявлениям о том, что, поскольку агент не контролировал то, в какой среде он воспитывался, какие установки он получил в детстве, постольку мы можем, допустим, снижать в настоящий момент, или вообще снимать. И вот, такой небезызвестный философ неудеевый, который в очень многих властях работает, радикализует подобного рода рассуждения, утверждает, что, поскольку мы вообще, с его точки зрения, практически никогда не имеем контроля над приобретаемыми нами детствия и приобретаемыми нами психологическими установками, мы никогда и не несем моральную ответственность. Вот как можно отвечать на подобного рода вызов? Я беру этот вызов на примере идеи. Можно попытаться занять атрибутивистскую точку зрения. Мы можем сказать, что наши моральные реакции, по крайней мере, в таком атрибутивистском смысле, просто не чувствительны к отсутствию контроля. Нам не важно, как человек приобрел подобного рода установки. Вот, у нас есть факт, например, что этот человек жадный, и мы его в атрибутивистском смысле можем за это порицать, ну, мы можем говорить, что, например, его, скажем так, жадные поступки не являются примером для других. И в этом смысле мы приписываем ему какую-то моральную ответственность. Можно идти таким путем, мне этот путь не вполне нравится, потому что многие, как звучат многие авторы, атрибутивистский смысл моральной ответственности несколько слаб. Он недостаточно силен для того, чтобы оправдать практики моральной ответственности, которые обычно являются предметом исследований. То есть, здесь недостаточно ресурсов для того, чтобы оправдать какое-то сильное, допустим, моральное порицание. Мы очень слабо можем говорить о порицании. Другой подход, который мог бы ответить на такую линию критики, можно назвать подходом обоснованности ожиданий. То есть, мы выдвигаем некий упрек, что ты должен был знать. Нам возражают, что я так психологически устроен, что я просто не мог в данный момент стать другим человеком и вспомнить то, что я забыл. Это просто такая черта его психологического склада. А мы в ответ снова говорим, что у нас тем не менее есть право требовать от тебя такого знания, потому что это обоснованно. И обоснованно это, например, потому что у офисного работника из моего примера есть, ну вот в литературе это называется capacity, я это перевожу двумя словами, способности, возможности, способности, возможности, которые позволяли этому офисному работнику получить соответствующее знание. Чем хороший подход? Здесь можно задействовать инструментарий пистемологии добродетель. Можно сказать, что неприобретение знания агентом само является проявлением интеллектуального порока. Допустим, агент не получил нужное знание из-за своей интеллектуальной недобросовестности. И вот если это так, если вот незнание является следствием порока, то мы в праве вменить агенту то, что он совершает его незнание, ссылаясь на то, что его незнание само порочно. Ну а если незнание не порочно, если он в своих познавательных практиках в своей познавательной процедуре был вполне добродетельным, может быть, у нас нет оснований для того, чтобы его представить. то есть, подход в основном ожиданиях в таких вариациях дает, как мне кажется, указывает, как мне кажется, правильный путь движения, однако здесь нужно избежать одной вещи, это сведение ответственности за действие по незнанию к так называемым затемняющим действиям. В современной литературе по моральной ответственности существует такое понятие косвенной ответственности, наследование ответственности, прослеживание ответственности, допустим, можно сказать, что пьяный водитель в тот момент, когда он, допустим, сделал пешеход, вообще ничего не контролировал, он был абсолютно уже в сознательном состоянии, но, тем не менее, мы считаем его ответственно потому, что он изначально напился, сел за руль, а это уже само по себе плохо, и поэтому ответственность за травмы, нанесенные пешеходом, наследуется от предшествующих действий, которые полностью удовлетворяют всем критериям моральной ответственности. Вот этот подход на многих основаниях, такое представление на многих основаниях, мне кажется, неприемлемым, его можно применять и к случаям действий по незнанию, допустим, в случае с офисным работникам, можно сказать, что мы тебя порицаем, потому что ты должен был, например, оставить себе стикер на клавиатуре, ты должен был написать записку, что у вас идут свои работы, и тогда бы ты не забыл. Но мне кажется, без того, чтобы углубляться здесь в Италии, мне кажется, что требования подобного рода являются просто необоснованным в большинстве случаев. То есть, мы не можем требовать от агента, чтобы он сделал именно вот это, чтобы он оставил себе записку. Или по-другому, если мы попытаемся проследить какие-то, проследить вот эту историю действий по незнанию, мы просто очень часто не будем в состоянии найти нужное затемняющее действие. Мы не сможем просто конкретно сказать, а что человек должен был сделать. Где тот момент, когда нужно было поступить по-другому, и тогда бы ответственность была снята. Я предлагаю некий общий подход для того, чтобы решать эту проблему, проблему с действиями по незнанию. И этот подход связан с понятием внимания. Для того, чтобы его вести, я предлагаю еще один мысленный эксперимент, который я называю «Случай со шкафом». Представьте себе такой ситуации, в которой многие из вас оказывались, многие из нас оказывались. Ольга, один мой персонаж, открывает шкаф, и на нее вываливается все, что там лежит. Вот она стоит посреди комнаты, держит вещи, чтобы они не упали, там что-то разбиться может. В общем, полное безобразие, чтобы все врохнется. И тут, когда она стоит вот с этими вещами выпущенными из шкафа, в комнату забегает Саша, там какой-то стол на столе лежит, допустим, папка. Ольга говорит ему, Саша, помоги. Саша просто берет папку и уходит. И у нее все падает. Я у меня, по-моему, достаточно, я, вроде, эконом, достаточно расходу времени. 14, да. Я сделаю короткое отступление. Вот я хочу пояснить, почему я использую именно такой пример. Мне кажется, что меня мотивом к этому является как раз предыдущая вопрос. Мне кажется, что в искусстве моральной ответственности часто используются примеры, которые задействуют интуиции, не относящиеся к моральной ответственности. Когда мы говорим о уголовной ответственности, когда мы говорим вот о таких вещах, так, там, домашнее насилие, мы тут просто вступают в рассуждения факторы совершенно другого рода. то есть предотвращение какое-то, ретрибуция, что-то такое, что, как мне кажется, ухудшает нашу интуицию, не дает нам ясно увидеть интуицию моральной ответственности. В то же время не нужно впадать в другую крайность, такую, знаете, ответственность этикета. Представьте ситуацию, Ольга взяла вилку в левую, в правую руку, поможешь в левую, на что Саша возмутился так, что он просто обозвал ее всеми нехорошими словами, потому что это его оскорбило. Вот это тоже пример, который не улавливает те интуиции, которые лежат в основе моральной ответственности наилучшим образом. Я пытаюсь найти какие-то средние примеры, и мне кажется, что пример вот не оказания помощи в какой-то такой бытовой ситуации, он достаточно хорош для цели моральной ответственности. И вот спрашивается, что Ольга может вменить Сашу. Вот она бросила все вещи, вышла и говорит ему, ты мне не помог, я тебе сказал, помоги мне, ты мне не помог. Саша может ответить что-то в таком духе, что я просто тебя не заметил. И я это выражаю в таком понятии, как понятие базового знания, то есть у Саши просто отсутствовало базовое знание о морально значимой ситуации как таковой. Вот этот момент, который в дискуссиях часто упускается о физическом условии, что прежде чем говорить о моральных компетенциях агента, прежде чем говорить о знании последствий, нужно зафиксировать то, что агент в принципе понимает, что происходит. Что, говоря грубо, что он не является шизофреником, то есть, что он не думает, что он борется с курсианами, а на самом деле он борется с санитарами. И вот просто адекватно понимание моральной ситуации, морально значимой ситуации, я называю, может быть, базовым знанием, и дальше к этому базовому знанию уже предъявляются дальнейшие критерии, которые можно выразить такими вопросами. Понимал ли агент моральный статус в этой ситуации? Понимал ли агент альтернативы, которые у него есть в этой ситуации? Понимал ли агент последствия, который может повлечь определенные действия в этой ситуации? И так далее. И вот можно сказать, что у Саши отсутствовало базовое знание. И порицать Сашу в данном случае можно только если у него могло бы иметься это базовое знание, иначе говоря, он находился в такой эпистемической позиции, с которой ему базовое знание было доступно, и отчасти удовлетворение вот этого требования зависит от вот этих capacities, от способности самого Саши, и здесь ключевой способностью я считаю внимание. Внимание как способность направлять свои комплективные ресурсы на определенные события, это определение просто из Барса, это из одного из классических ущербов когнитивной наук. И я утверждаю следующее, что для моральной ответственности можно выдвинуть требование внимания, оно приблизительно звучит так, возложение моральной ответственности уместно только в том случае, если агент находился в такой эпистемической позиции, в которой он имел достаточный контроль на внимание. Здесь нужно обратить внимание в первую очередь на понятие контроля над вниманием. Вот мы вначале сформулировали, более-менее как-то сформулировали проблему, которую мы пытаемся решить, что мы не контролируем те установки, которые у нас есть, мы не контролируем те определения. Получается здесь, что мы не решаем эту проблему, снова возвращаясь к понятию контроль. Здесь важно то, что тот контроль, который я называю контролем над вниманием, не является тем же самым контролем, который упоминается об условии контроля для моральной ответственности, и он не является контролем над действием. Условие контроля, контроль над действием, связан с интуитивной приемлемостью принципа альтернативных возможностей. Мы согласимся интуитивно с тем, что агент несет ответственность за свои действия, только если он мог поступить иначе. Но если мы применим это к контролю над вниманием, то мы увидим, что этот принцип альтернативных возможностей здесь просто не нужен и не применим. То есть, мы не требуем от Саши, чтобы Саша мог произвольно решить, обратить ему внимание на агент или нет. А мы требуем именно того, чтобы Саша обратил внимание на ауку. И то, как это произойдет, ну, для цели этого доклада я могу сказать так, что это в целом не важно, хотя здесь есть некие радикальные случаи, предельные случаи, которые нужно тоже учить. Чтобы подтвердить то, что контроль над вниманием не является тем же типом контроля, что упоминается в условии контроля, то есть контролем над действием, я предлагаю аргумент идеально внимательного существа. Представим себе, что Саша это такой суперчеловек и его когнитивные способности неограничены. То есть, у него нет такой потребности перераспределять свои когнитивные ресурсы между разными задачами, между разными событиями. Вот он заходит в комнату и он сразу обращает внимание на все релевантные дали на все аспекты важные для данной ситуации. По крайней мере на них. И вот, я утверждаю, что такое идеально внимательное существо просто будет лишено какого бы то ни было контроля над вниманием. То есть, нет способности перераспределять когнитивные ресурсы, потому что они очень велики и они и так охватывают все, что нужно. И я думаю, все согласятся с тем, надеюсь, что все согласятся с тем, что, тем не менее, Саша будет нести морально ответственность за то, что он делает. Потому что, если он обратил внимание на то, что Ольга позвала его, просила помочь, и после этого он рассудил так, ага, она меня зовет на помощь, но я не буду ей помогать, потому что я на нее обижен и так далее. И вот, мы получаем с вами другую ситуацию, в которой мы снова можем поднять вопрос о морально ответственности Саши за то, что он делает. То есть, отсутствие контроля над вниманием не влечет снятия не влечет снятия ответственности. И поэтому здесь вот нужно оговориться само требование контроля над вниманием само требование внимания применимо только к тем агентам, которые которым этот контроль требуется. то есть, если бы мы говорили о вот таких сверх людях, о людях с какими-то невероятными пунктивными способностями, то действительно в отношении них требование контроля оказывалось бы неприменимым, но в то же время в отношении них оказалось, в то же время в отношении них можно было бы сказать, что все действия по незнанию были бы такими, что с них снималась бы ответственность. То есть, это такие идеальные агенты, которые обладали бы всегда достаточно базовым знанием, во всяком случае отсылка к тому, что этот человек что-то не заметил, что-то забыл и так далее, просто никогда бы не проходил. Контроль над вниманием также не является ситуативным контролем. То есть, мы не можем в моменте заставить себя обратить внимание на что-то. контроль над вниманием таким образом всегда является косвенным, и мы можем влиять на то, как устроено наше внимание, то есть, мы можем влиять на паттерны нашего внимания, и влиять на это мы можем разными способами. Вот такая исследователь оборгендер предлагает так называемые аристофилианские и декартовские способы влияния на то, что он называет элипс, я перевожу к право установки, право убеждения, право убеждения. Мы можем в аристофилианском способе упражняться, допустим, если я не обращаю внимания на людей, а именно этот случай кажется, с моральной точки зрения наиболее интересным, я могу делать некие упражнения для того, чтобы натренировать свое внимание так, чтобы оно больше концентрировалось на людей. Декартовский способ это такой медитативный способ, когда вы не упражнениями, а вот размышлениями пытаетесь влиять на свои установки. И, пожалуй, самый важный пункт во всем этом рассуждении это объяснение морального значения внимания. То есть, можно сказать, что, можно спросить, не является ли требование внимания вообще тривиальным. То есть, то, что мы требуем, это то, чтобы агент был просто нормальным в когнитивном плане. Ну, мы можем там условия памяти ввести, или что-то подобное. Ответ мой будет таким же, что внимание имеет моральное значение, потому, что оно может, от него отсутствие, может служить извиняющим фактором. Вот опять, возьмем этот пример с шкафом. Ольга идет. Саша спрашивает, почему ты мне не помог? Он отвечает, извини, у меня вот произошло очень такое важное событие, может быть, очень хорошее, может быть, очень плохое, но я просто вот так сам не свор. Я вот, мое внимание так рассеяно, что, да, я зашел, взял папку, я не заметил ничего вокруг. Мы же все, мы понимаем, что мы оказываемся иногда в таких ситуациях. И вот такое извинение может быть, но оно, мне кажется, во многих ситуациях будет принято. И это говорит о том, что внимание имеет моральное значение. и я завершаю. Мне кажется, связь понятия внимания с моральной ответственностью очень полезной, еще по двум причинам. Здесь можно очень удачно связать эпистемические условия с фистемологией добродетели, потому что можно на понятии внимания, в принципе, построить понятие морального характера, то есть показать, как интеллектуальные черты характера человека зависят от того, как он использует свои когнитивные ресурсы. И можно связать моральную ответственность с сознанием. Мы все согласны с тем, что сознание это некое условие моральной ответственности, что только человек, находящийся в сознании, отвечает за свои действия. Почему? Почему это так? Ответ, который я предлагаю, очень простой, что внимание это почти что постоянный спутник сознания. Их можно разъединить только в очень специфических экспериментальных условиях. И вот именно через внимание сознание становится критерием моральной ответственности. На этом я задумываю все такое спасибо. Спасибо. У меня вопрос будет, может быть, отчасти то, что мы обсуждали с Олегом с Алисойом про прослеживание границ истемических обязательств в общем теории все просто смотрится хорошо, а вот на конкретных случаях трудно проследить вообще пределы этих обязательств. Например, если ситуация, когда Василий полностью устроил настроение в день рождения Маши. И эта ситуация в деталях может раскрываться по-разному. Может быть так, что Василий и Маша два года встречаются, и он за все это время так и не дождулся узнать, когда мне день рождения и просто в этот день не поздравил Машу. Соответственно, мы можем Маши его может обвинить, что он не поздравил, а должен был знать. Ну, два года уже встречаются. Может быть, он поздравил ей платье, а она не носит платье. И мы говорим, а она говорит, должен был знать, что я вообще не ношу платье, что мне не нужны платья. Может быть, он подарил красное платье, а она не носит красное. И вот от каких-то разумных требований, когда день рождения, для обменения моральной ответственности за какие-то поступки, до каких-то неразумных, может быть, пределов, граница такая непрозрачная, что довольно трудно понять вообще, как проследить границу того, что должен знать агент, для того, чтобы ему не порановать. Так это же шоу. Я объясню, почему. Потому что если вы будете различия, где у вас получается просто логическая диктомия, все предметы либо пахнут хорошо, либо пахнут дурным, или все предметы являются либо зелеными, либо не зелеными, то ваше различие, скорее всего, не будет иметь никакого отношения к реальному. Если вы не пора, то есть ли у него место, не будет ли у вас? Василий, за то, что он из-за того, на стране. Ну, мне кажется, что это мы не обязаны прямо вот в таких экономических терминах. Да, просто я серьезно опираюсь на этот момент, что большинство таких реальных различий в природе, в мире имеют некий вебинс. То есть здесь есть некая зона вот Присисывание морально-ответственности тоже не четко понятно. Ну, вот я простой ответ, наверное, будет приблизительно таким. Здесь еще можно привлечь ресурс действительно вот того, что ресурс, что это их личное отношение, и допустим, рассказ их полной истории мог бы дать нам лучшее понимание, насколько оправдана подобная претензия. Если мы просто смотрим с точки зрения вообще, конечно, наши интуиции могут быть очень-очень разные. Еще спасибо за доклад. Вот вы говорили, что извини, я не заметил, это может быть оправданием для того, чтобы избежать моральных лет. Ну, что чешка. Но в том случае, если речь идет такое, извини, я не заметил, что там был красный цвет, или, извини, я не заметил там собачку пробежавшую, то это уже не является оправданием, потому что для человека за рулем ему приняется в требовании направлять внимание на дорожные знаки, на людей, на собаку, на прилетающие низкие самолеты и так далее. Вы знаете, но как я уже не зря все-таки эту ставку сделал, здесь просто начинают работать совсем другие вещи. Вот во-первых, даже в случае с ДТП, извините, я не заметил, может быть оправданием. То есть, если на видеорегистраторе четко видно, человек едет, и, знаете, есть такие даже мошенники, которые, вот он бросается под колеса, у меня и ноутбук разбился, и, типа, заплатите мне за разбитый ноутбук, да, и вот вы едете, и вот на видеорегистраторе вот комплектная запись, что человек бросился вам под колеса, вы не успели среагировать, или вы не заметили, вот тоже схема такая, что вы не заметили, в том смысле, что этот человек специально маскировался для того, чтобы вы не заметили, и он бы хотел проверить такую мошенничную схему. К подобного рода вещам даже, даже вот суд будет чувствительным, даже ГАИ будет чувствительным, они к чему-то чувствительны. То есть, это во-первых, а во-вторых, мы можем здесь получить случай некоего разобщения ответственности, юридической, ответственности моральной. ситуацию, когда просто человек попал в абсолютно неудачное какое-то течение обстоятельств. Так получилось, что, да, он была перегружена там какая-то дорожная ситуация, и он не заметил, просто потому, что в этой ситуации никто бы не заметил там что-то, да. Его приговаривают к какому-то наказанию, но мы, видя, зная, что произошло, тем не менее, склонны морально его оправдовать. То есть, мне кажется, что такие... тем не менее, он мог заметить, но не заметил, или про он в принципе не мог заметить. Вы говорите... Знаете, от него нельзя было бы обоснованно требовать того, чтобы он обязательно заметил. То есть... Ну, допустим, обязательно замечать там свет светофора, свет светофора, если он не загорожен там, теремией. Да. Если человек... Это обоснованно можно ждать. Это не аргумент. И если человек говорит, я не заметил, что был красный, приехал на... Пожалуй, да. А если он был, допустим, закрыт столбом, деревом... Вы понимаете, это все регламентировано. Если он был закрыт деревом, значит, это проблема ГИБДД. А у них есть четкие требования начинания. Нужно эти деревья обрезать. То есть, мне вот не нравится, что мы обсуждаем именно эту проблему, потому что она уходит в нас в проблема с другом моральной ответственности. Здесь мы уходим в некую общественную практику, в социальную практику типа дорожного движения, которая имеет свои нормы. Они имеют другую природу, нормы. Я согласен с вами. Это просто потому, что иногда человеку не может иметь обязанность направлять свое внимание туда-либо. Да, да, мы можем, безусловно, да. Все у нас уже закончилось время. Переходим, извините, в ваших обозначенного времени. Следующий наш докладчик Андрей предсказал сотрудник Московского Союза и Сознания и Русского университета проблемы Тождества Личности в контексте моральной ответственности. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Собственно, вопрос, который я хочу сегодня обсудить, это вопрос о том, является ли Тождество Личности условием моральной ответственности. Если мы обратимся к современной литературе по Тождеству Личности, то найдем, что довольно большой класс исследователей принимает в связи с о том, что для того, чтобы возложение моральной ответственности за некоторые действия на некую личность было уместно, вот эта вот личность, на которую возлагается в данный момент моральная ответственность, должна быть той же самой личностью, что и личность, которая совершила это действие в прошлом. Соображение, стоящее за этим, можно формулировать в следующем образом. Предполагается, что никто не должен вести ответственность за действия, которых он не совершил, которым был совершенно непричастен. Соответственно, личность, на которую возлагается моральная ответственность за некоторые действия, должна быть той же самой, что и личность, совершившая это действие. И это соображение, это требование, оно работает как в синхроническом аспекте, когда у нас две личности существуют одновременно. В этом смысле, например, на Дженю было бы неуместно возлагать ответственность за действия, которые совершил я и наоборот. Так и в диахроническом аспекте, когда у нас личность существует в разные моменты. то есть если с течением времени тождество личности по какой-то причине нарушается, если личность, на которую теперь возлагается моральная ответственность, уже не является той личностью, что совершило некоторые действия в прошлом, возлагать на текущую личность моральную ответственность за этот прошлый поступок было бы точно так же неуместно. Это рассуждение можно найти, например, еще у Лока, который я процитирую, писал, что если определяя тождество личности через тождество сознания, писал, что если один и тот же Сократ обладает не одним и тем же сознанием во время бодрствования и во время сна, то Сократ бодрствующий и Сократ спящий это не одно и то же лицо. Наказывать бодрствующего Сократа за то, что мыслил спящий Сократ и чего бодрствующий Сократ никогда не осознавал, в такой же мере было бы справедливо как бы наказывать близнеца за то, что сделал его обратно. Здесь он как раз и говорит о том, что в диахроническом плане при нарушении тождества личности было бы точно так же неуместным, а синхроническим. И аналогичного рода соображения принимает, естественно, не только ЛОК, но и подавляющая часть теоретиков тождества личности. Но если мы обратимся к теориям моральной ответственности, то среди необходимых условий уместности возражения моральной ответственности мы условия, только что представленные того, что личность должна сохраняться с течением времени, в общем-то, не найдем. Почему в случае с ЛОКом вот это вот условие, оно служит условием корректной атрибуции личности прошлого действия? И то же самое в случае со всеми остальными теоретиками тоже со стороны личности. В теориях же моральной ответственности мы можем найти другое условие корректной атрибуции действий личности для приписывания за них моральной ответственности, для возложения моральной ответственности. Это условие агентности риска, которая формулируется как раз через так нелюбимое Артемом Тимуровичем понятие качества воли. Почему я вот сделал Артему ремарку о том, что мне кажется, это очень полезное понятие. Я, конечно, не цепляюсь за то, чтобы его именно так называть, но, по крайней мере, полезное понятие в том смысле, что оно в теориях моральной ответственности обозначает, ну так скажем, ту психологическую черту, выражение, которое в действии как раз и позволяет атрибутировать это действие агент, которое связывает это действие с агентом так, чтобы за это действие на агента можно было вместо разложить моральную ответственность. Собственно, трактовка, ну, само понятие качества воли вводится еще в Строссеном, где он трактует этот термин довольно широко, как установки доброй воли, то есть здесь качество воли что значит? Оно значит либо добрую волю, либо сбуду. Установки доброй воли – это установки всякой привязанности, расположения, добродушия и так далее. Установки злой воли – это установки предебрежения, презрения, подключения и прочее. Такая трактовка, в принципе, не единственная и не обязательная. В иных теориях моральной ответственности, в том числе строссенянского типа, мы можем найти трактовки качества воли через дурные или благие черты характера, через правильные и неправильные суждения и тому подобное. Конкретная трактовка качества воли сегодня в моем докладе значения особо иметь не будет. Важно только, что в теориях моральной ответственности есть этот фактор, назовем его технические качества воли, к силу которого действие может быть атрибутировано агентом. Оно связывает действие с агентом, выражаясь в этом действии. Отношение выражения в данном случае можно понимать как каузального, отношение обуславливания как каузального, так и по содержанию нашего действия. Итак, у нас есть, как кажется, альтернативные условия атрибуции действий. Если его одного достаточно для корректной атрибуции действия, то от условия сохранения личности той же самой, как кажется, можно отказаться. Но можно показать, что для корректной атрибуции действия в смысле революционного моральной ответственности для него соблюдение одного лишь этого условия сохранения качества воли недостаточно. Требуется также и сохранение личности той же самой. Ну, планальный пример, который здесь элементарно можно привести, это случай, когда, собственно, у нас сохраняется некая личность качества воли, но эта личность оказывается не той же самой личностью, которая совершила действие в положении. Представим себе, скажем, щедрую Алису и жадного Боба. Вот Алиса вчера, значит, пожертвовала деньги в приют для котят, а Боб, хоть он и магнат большой, он, значит, пожадничал купить своей дочери мороженое. Кажется, вполне уместным со стороны приюта благодарить Алису, со стороны дочери Боба обижаться. Но представим теперь, что наши герои сегодня с утра просыпаются и чувствуют в себе некоторые изменения. Алисе кажется, что вчера она пошла сильно против своих собственных интересов, а Боб ощущает в себе тягу совершать действия, которые прежде он расценил бы как корненное транжирство. Дело в том, что за истекшую ночь очередные злопозненные нейрофизиологи вырезали из мозга Алисы тот паттерн нейрологический, который отвечал за ее щедрость, пересадили его на место паттерна у Боба, который отвечал за Бобову жадность. И наоборот, Бобову жадность пересадили Алису. Если бы одного только условия сохранения качества воли было бы достаточно для корректной атрибуции действий, мы бы должны в таком случае были приписать действия по пожертвованию в приют нынешнему Бобу, поскольку теперь он обладает этим качеством воли прежней Алисы. А Алисе бы должны были приписать действия по отказу купить дочери мороженое. И в таком случае ответственность за эти действия также бы возлагалась крест на крест. То есть дочь Боба должна была бы обижаться на нынешнюю Алису, поскольку она обладает этим качеством воли. И наоборот, приют должен был бы подборить Боба за вчерашнее пожертвование. Кажется, что это совершенно абсурдная ситуация. И действительно мне неизвестно, что хоть кто-то действие подобное отставил. Но это просто и демонстрирует, что одного только сохранения качества воли недостаточно для корректной атрибуции действия личности. Необходимо также, чтобы личность оставалась той же самой, что была личность, которая совершила это действие в прошлом. Итак, для корректной атрибуции действия личности, в смысле релеван для моральной ответственности, необходимо сохранение личности той же самой. Вот это мы можем зафиксировать. И может казаться, что это и значит, что для корректной атрибуции действия личности необходимо сохранение ее тождественной. Но это не так. Полагать так, я думаю, было бы ошибочно. Для всякой теории личности можно найти случай, когда тождественной личности нарушается, при том, что корректная атрибуция действия личности, в смысле релеван для моральной ответственности, все еще проходит. Скажем, в биологической теории, таким может выступать случай пересадки мозга в новое тело. Если бы тождественная личность выступала необходимым условием корректной атрибуции действия, при уместности возложения за него моральной ответственности, то такая пересадка должна была бы означать потерю связи со всеми прошлыми действиями. В субстанционализме аналогичными случаями представляются случаи с пересадкой души. В психологической теории, которая проектует тождество личности, как сохранение неразветвленного R-отношения, то есть психологической непрерывности с правильным типом причина. Таковы различные случаи бетвления, копирования, расщепления личности и тому подобное. Ну вот элементарный пример здесь. Кажется, что каждый из вас сегодня является уместным объектом для возложения моральной ответственности за те поступки, которые вы совершали вчера. Но допустим, что пока вы спали, какие-нибудь жилые марсиане сняли с вас точную копию, которую они редуклицировали на Марсе. В таком случае сегодня вы проснулись в своей постели в Екатеринбурге, а ваша копия проснулась на Марсе. Но обе этих личности связаны R-отношением с вами вчерашней. Неразветвленность R-отношений здесь нарушается. Это означает, что нарушается и тождество личности. Если бы тождество личности было необходимым условием уместности возложения моральной ответственности атрибуции и действий, это означало бы, что сегодня, проснувшись в кровати, после того, как с вас сняли копию, вам больше уже нельзя приписать ваши вчерашние действия. Вы не несете за них моральную ответственность. Это также, как кажется, обзорная связь. Итак, пока что мы пришли к тому, что для корректной атрибуции действия личность должна оставаться той же самой, но одновременно пришли к тому, что тождество личности не важно. Можем ли мы совместить два этих тезиса? Я полагаю, что да. Для этого просто нужно отказаться от трактовки отношения быть той же самой личностью через нумерическое тождество личности. Концептуальные средства для этого имеются, по крайней мере, в психологической теории. В случае с созданием вашей копии «Пока вы спите» тождество личности нарушается. Это отношение разветвляется. Но то отношение, которое как интуитивно кажется значимое для атрибуции вам в сегодняшнем ваших вчерашних действиях, оно, как кажется, сохраняется. Это вот то самое отношение, которое, собственно, разветвлилось, вследствие чего потерялась эта тождество. В таком случае мы можем утверждать, что быть той же самой личностью значит, вот по крайней мере в рамках психологической теории и тождество личности, быть связанным эра отношений. И можем утверждать, что разветвленность или неразветвленность этого отношения просто не значима для атрибуции действий и уместности в обложении моральной ответственности за ним. В этом смысле тождество личности – это только неразветвленные эра отношений, но поскольку разветвленность и неразветвленность не имеют значения для атрибуции действий и моральной ответственности, мы можем утверждать, что тождество личности не важно, то есть не важно, что R-отношение должно быть обязательным, оно может быть и разлетворным, так демонстрирует случай с созданием вашей копии вообще. Таким образом, я попытаюсь суммировать представление, чтобы возложение моральной ответственности за некоторые действия на определенную личность было уместно, это действие должно быть корректно атрибутировано личностью. Для корректной атрибуции действий в смысле ревантном для моральной ответственности личность должна оставаться той же самой. Может казаться, что в страстонианских теориях моральной ответственности имеются альтернативные условия атрибуции действий, но это не так, поскольку для его корректного соблюдения личность все еще должна оставаться той же. Может также казаться, что это требование означает, что должно сохраняться тождество личности. Но и это неверно, тождество личности не важно для моральной ответственности. Вот одна из возможных альтернативных трактовок отношений быть той же самой личностью через R отношений или вот через психологическую непрерывность с правильным типом причин. Это не единственная вполне возможная альтернативная возможная трактовка этого отношения, но это единственно известная мне трактовка, которая обладает, ну так скажем, теоретическим весом, которую удается хорошо последовательно провести, которая позволяет решить множество проблем и случаев. Это, конечно, не значит, что принимая существование моральной ответственности, уместность ее возложения в некоторых случаях, того, что мы можем корректно атрибутировать действия личности и так далее, это не значит, что мы должны утверждать, что психологическая теория творчества личности верна, а все остальные теории не верны. Не исключено, что в иных вопросах, например, в вопросах выживания, в вопросах посмертного воздаяния, иные теории тоже действия личности обладают своими достоинствами и преимуществами. Однако, поскольку в рамках них трактовка, вот по крайней мере, через психологическую непрерывность оказывается сторонней, сами эти теории просто оказываются не способны объяснить сохранение личности той же самой в том смысле, который требуется для возможности уместного возложения на них его моральной ответственности. В этом отношении в вопросе его моральной ответственности, как я полагаю, психологическая теория творчества личности обладает преимущественной. Итак, отвечая на вопрос, который заглавим моей работы, является ли творчество личности условием моральной ответственности? Нужно давать отрицательный ответ, но при этом мы можем принимать, что личность должна оставаться той же самой. И это необходимые условия уместности воображения моральной ответственности. Вот, спасибо. Это новый код, даже в сравнении с Константином. У нас 15 минут было. Я одобрый фондатор себе. Почему в таком случае мы... Если вывод такой, что тождество не важно, почему это дает преимущество психологической теории тождества личности, а не психологической теории сохранения личностных условий во время. Просто потому, что она так называется. Это теперь ими собственным, это не дескриптизм. Нет, сейчас ответ такой. Это как просто название, но теперь в нем нету... Раньше оно было дескриптивным. То есть это была теория по поводу тоже своей личности, а теперь просто это совокупность мыслей, которая называется так, она могла называться Пётр Петрович. Ну, в моем представлении, да. Просто у такого названия есть исторический статус. Да, если бы раньше назвали Пётр Петрович, мы бы продолжили свою... У меня возникла добавная идея продолжения вашего личностного эксперимента с раздвоившимся человеком, который просыпается, значит, оригинал здесь на Земле, а копия на Марсе. Предположим, что, значит, я дала такому человеку денег, ну, много, миллионов денег. И вот, значит, этот человек, просыпаясь, вспоминает, что он должен мне миллион рублей. И тот на Марсе в дубле человек тоже просыпается и вспоминает, что он должен мне миллион рублей. И это крайне, значит, моральные люди оба. И они оба решают, что они непременно должны отдать мне денег. И тот, который на Марсе, он каким-то образом, значит, находит способ вернуться сюда. И тот, который здесь, он тоже находит способ, значит, достать эти деньги там где-то. И они одновременно приходят ко мне и говорят, вот, мы принесли тебе долг. Но я-то давала один миллион рублей в долг, а мне приносят два. Я не хочу лишних денег. Так что мне делать? Действительно, если мы утверждаем, что R-отношение достаточно для корректной атрибуции прошлых действий личности, в том числе, видимо, для принтерских обязательств и так далее, мы должны утверждать, что как копия на Марсе, так и оригинал в Екатеринбурге в одинаковой степени являются агентом предшествующего действия, которое осуществилось до раздвоения. Им это действие обоим может быть в равной степени приписано. И в случае с долгом, видимо, должны утверждать то же самое. И тот, и другой должны чувствовать обязательство вернуть вам этот долг. Но здесь, мне кажется, не возникает какого-то существенного конфликта. Скорее, вопрос состоит действительно в том, будете ли вы преследовать интересы собственного кошелька и пытаться использовать вот эту вот заваруху для того, чтобы наживиться или нет? Поступите морально. В этом отношении, если бы вы, например, дали мне денег в долг, миллион рублей, допустим, и я бы их вам завтра отдал, а на послезавтра забыл, что я их вам отдал, и все еще чувствовал бы, что я должен вам отдать миллион рублей, ситуация была бы ровно аналогичной. Вы могли бы воспользоваться тем, что я забыл, что я уже вернул этот долг вам, и взять его с меня еще раз. В таком случае, если бы у меня вот случилась какая-то такая временная амнезия, у меня пропала бы непосредственно психологическая связность между мной завтрашним и мной послезавтрашним, по отношению к вот этому постаминам. Да, в таком случае, наверное, можно было бы мной воспользоваться, но, мне кажется, это было бы другое. Точно так же с раздвоенными двойниками. Ну, точно так же, как и с человеком, который забыл, что он уже отдал долг, мне кажется, эта ситуация должна решаться просто договором, напоминанием, что долг уже возвращен. Копия оригинала, ну, так же и говорится. Один может сказать, что я за тебя отдам, или они могут в складчину. Ну вот. Спасибо. Что? Критерии тождества личности. Вот, например, Джекел и Хайт, у них, ну, доктор Джекел и Мистер Хайт, у них одинаковое качество воли и тождественные для этой личности. Разные теории тождества личности будут отвечать на этот вопрос по-разному. Согласно биологическому подходу, тождество личности определяется тождеством организма. В этом отношении Джекел и Хайт будут одной и той же личностью, поскольку это буквально один и тот же живой организм. И если он умрет, вот тогда умрет и личность. В случае субстанционализма тождество личности определяется душой. Если, ну, некой ментальной сущностью, независимой ни от физических характеристик тела организма, ни от психологических членов. Если Джекел и Хайт разделяют одну душу, то это одна личность. Если у них попеременно вселяются в них две разные души, то это две разные души. Я с тобой рассказываю, он раскалывает свою тему, чем он пьет. Изначально душа она раскалывается. Класс. Она же неделима. А вот опровержение. В случае с психологической теорией тождество личности определяется R-отношением. R-отношение – это психологическая непрерывность с правильным типом причины. Психологическая непрерывность с правильным типом причины определяется через психологическую связность. Психологическая связность – это матрешка такая-то. Психологическая связанность, можно ее понимать как отношение непосредственного сохранения или каузального продолжения некоторых психологических черт. Обычно под ними понимаются какие-то фундаментальные убеждения, фундаментальные чувства характера, нормативные какие-то глубокие установки и так далее. Вот если они сохраняются с течением времени, сохраняется одна и та же личность. Если они сохраняются по большей части. Но личность, разумеется, может менять свои черты характера, психологические черты и так далее. Важно, чтобы эта смена была такой, чтобы у личности изо дня в день сохранялась по меньшей мере половина тех отношений психологической связанности, которые сохраняются у обычной здоровой личности изо дня в день. Это позволяет избежать проблемы нетранзитивности психологической связанности. Круг говоря, я сегодняшний помню, что со мной произошло 5 лет назад. 5 лет назад я помнил, что со мной произошло 10 лет назад. Но я сегодняшний могу не помнить, что со мной произошло 10 лет назад. В этом смысле непосредственной психологической связанности нет. Но поскольку у нас на каждом этапе изо дня в день есть такие моменты, когда я сохраняю по большей части всю психологическую связанность с собой вчерашним, можно утверждать, что есть психологическая непрерывность. И когда она обусловлена правильным типом причины, в разных трактовках психологической теории правильным типом причины может называться разные причины. Некоторые считают, что правильным типом причины является исключительно сохранение у нас мозга. Одного и того же сохранение одного и того же организма. Другие считают, что это не важно. Причина вообще может быть любой. Пройдя через транспортер, у нас отношение тоже сохраняется. Это различие трактовок. Но в любом случае психологическая непрерывность с правильным типом причины – это так называемое R-отношение, R-relation, где R просто означает, что это O-отношение. И вот оно принимается за критерий сохранения личности той же самой. Неразветвленное R-отношение совпадает с торжественным личностям. Ну вот я в своем докладе попытался показать, что их необходимо разводить. Поскольку мы можем доказать, что быть той же самой личностью – это необходимое условие атрибуции действий и уместного возложения моральной ответственности за них. А сохранение тождества личности – не важно. Это уже говорит о том, что они различны. Отношение быть той же самой личностью нужно понимать как-то иначе. А вот одна из надежных известных трактовок через та, которую предлагает психологический. Я такую дискуссию знаю, но насколько понял, как бы вот есть проблема просто identity, да, вот, и там есть некоторые критерии, там, биологический, психологический, вот, еще какие-то. И вот, ну, там, психологический критерий вроде того, что, типа, диахронически у нас там память, например, должна быть, ну, или, там, memory, что-то такое, вот, должно быть. А есть, вот вы говорили про связанность психики, вот. Связанность психики тут имеется в виду memory и, ну, вот это все. И как это соотносится, вот, связанность психики, вот, вот именно вот это вот с unity of consciousness, или вот unity of consciousness, это вообще другая тема, и она для других целей обычно, как бы, встречается. Ну, вот, unity of consciousness в смысле, вот, там, Юм, или, там, или Деннет, или еще кто-то, размышляющий о том, что у нас может быть сознание вообще не едино, а представляет собой какие-то, там, островки. И вот это тоже, по-вашему мнению, неважно для ответственности. Да, ну, это такой очень содержательный вопрос. Надо разделять его как-то по частям, чтобы на него попытаться ответить. Значит, насчет отношения психологической связанности и единства сознания. Насколько я понимаю, это просто разные вопросы про разные вещи. Вопрос про единство сознания, это вопрос о том, что обеспечивает, ну, грубо говоря, возможность сопровождения каждого моего восприятия или мысли положением явности, ну, если в квазиканзианских терминах. Что все это, что обеспечивает то, что все это мои восприятия какого-то вот единого линия. У Деннета, насколько я помню, есть модель множественных набросков, и она все же, да, она предполагает, насколько я помню, единство сознания вот в этом смысле. Так, у нас не отказалось. Это слово слово. Да. А, теперь слава в мозг, да, кто громче кричит, значит, да. Это того и единство. Да. Кто громче кричит, но того и единство. Ну, того и слышно, да, как бы, того и можно осознать. Это, мне кажется, все же не противоречит возможности единства сознания. Ну, возможно, просто я говорю про неправильную тректовку и речь не об этом. Как с этим связана психологическая непрерывность? Ну, в общем-то, наверное, не непосредственно. Относительно Q-memory, под Q-memory или квази-memory, квази-память, понимается возможность, понимается восприятие о прошлом опыте. С учетом того, что не важно, кто этот прошлый опыт пережил. Это допущение, которое значимо для ответа на возражения в духе батлера, по-моему, Локу. Лок предполагал, что вот тождество сознания обеспечивает тождество личности. И многие его интерпретируют так, словно под этим тождеством сознания Лок понимает сохранение памяти. Это устойчивая традиционная трактовка Лока, которая мне совершенно не нравится. Мне кажется, понятие сознания Лока не может быть, но это сторонний разговор и спор. Лок предполагает в такой трактовке, что сохранение памяти обеспечивает атрибуцию, корректную атрибуцию нам прошлых наших действий и сохранение личности во времени одной из тождества. На это батлер возражал, что если мы говорим о памяти, то поскольку я могу помнить только свой прошлый опыт, само понятие памяти уже заветомо предполагает тождество личности. Мы не можем объяснять тождество личности через сохранение памяти, поскольку тогда мы объясняем тождество личности через то основанием, чего само это тождество едет. Вот чтобы его разорвать, было введено понятие квазипамяти, как такой памяти, которая возможна не только о моем собственном прошлом, но и безразлично чьим. Мы можем допустить, что возможна такая технология, чтобы, скажем, если мне пересадили кусок психики льва, я бы помнил, чем лев занимался недельно. В таком случае у меня будут квази воспоминания и все мои собственные воспоминания в таком случае также будут квази воспоминаниями. Но это вот идея, которая введенная для решения вот этой проблемы, я, как кажется, этой проблемы не избегаю. Современные теоретические тождество личности, психологические теории тождество личности, ее также испытывают. Ну, соответственно, наш вопрос, коннектыдность, это коннектыдность к квази памяти, к квази интенции, к квази убеждений и так далее. К квази именно потому, что бы решить проблему в стране искать. И последний в этой секции у нас сегодня доклад. Михаил Геннадьков Горг, ККУ об интеграции нормативной технологии и металлитики. Да, спасибо, добрый день, спасибо организаторам, что вам нужно выступить. Ну, название доклада, оно, может, не совсем будет коррелировать с тем, что я буду говорить. Я буду обсуждать проблему моральной удачи и пистемической удачи. Доклад вообще будет носить такой сравнительный характер. Пытаюсь сравнить эти явления, существуют эпистемологии и этики. И постараюсь показать, что эта проблема, проблема удачи, она возникает для особого типа теорий, которые я условно буду называть релабилизмами. В теории, наверное, известен эпистемологический релабилизм, я попробую описать что-то вроде морального релабилизма и покажу, что если у нас имеется такая аргументация, если имеется теория подобного типа, то проблема удачи будет для них всегда возникать. И это, как мне кажется, мотивирует нас отказаться от теории подобного типа. Итак, то есть я постараюсь рассмотреть два вопроса вместе. Это вопрос из области эпистемологии, вот это центральный вопрос эпистемологии, то есть что делает истинное убеждение знаниям. И вопрос из области этики, то есть что делает морально правильное действие, достойным похвалы, достойным моральной церкви. И согласно довольно широко принимаемому предположению, оба эти вопроса допускают один и тот же частичный ответ. Это наличие условия против удачи. Если агент знает, что его убеждение истина, то не может быть вопросом удачи наличия этого убеждения. Если действие агента заслуживает моральной похвалы, то есть имеет моральную ценность, то не может быть просто вопросом удачи, что он совершает правильное действие. В этом и заключается ключевая аналогия между технологией и этикой, которую я буду обсуждать. Ну, давайте вначале чуть более подробно на примерах эту аналогию изучим. Ну, упомянул пример в стиле Китьера, который, возможно, широко известен. Это пример, который приводит Чизон с фальшивой овцой. Нина смотрит на поле, размышляя, есть ли там овца. В это время в поле зрения появляется предмет, похожий на овцу. Подумав, что это овца, Нина, соответственно, делает заключение, формирует убеждение, что в поле действительно есть овца. На самом деле, объект, который она видит, это вовсе не овца, а собака, замаскированная под овцом. Однако, в другой части поля действительно находилась овца, который она не видит. То есть, ей повезло сформировать истинное убеждение, и нам кажется, что она, все-таки, не обладает знанием относительно наличия овцы. Моральная ценность, похоже, требует схожего критерия антиудачи. Если агент поступает правильно только в силу удачи, он не заслуживает похвалы за свои действия. Его действия не имеют положительной моральной ценности. Здесь, возможно, стоит привести пример из кантовской основы метафедики нравственности. Я здесь прямо зачитаю. Который, как мне кажется, схож с примером с овцами. То есть, тоже просто случайность. Кант пишет. Сообразно с долгом, конечно, то, что мелкий торговец не запрашивает слишком много у своего неопытного покупателя. Этого не делает умный купец, у которого большой оборот. Напротив, каждому продает по твердо установленной общей цене, так что ребенок покупает у него с таким же успехом, как и всякий другой. Каждым таким образом поступает здесь честно. Однако, этого далеко недостаточно, чтобы на этом основании думать, будто купец поступал так, из чувства долга и по принципам честности. Того требовало его выгода. Но в данном случае нельзя считать, что он, кроме того, еще испытывает прямую симпатию к покупателям, чтобы, так сказать, из любви не оказывать ни одному из них, ни с другим, предпочтение в цене. Следовательно, такой поступок был совершен не из чувства долга, не из симпатии, а просто с корыстными целями. Как мне кажется, там, где Кант говорит о соответствии с долгом, мы можем просто говорить о моральной правоте или моральной правильности. То есть даже если действия торговца в этом случае являются правильными, они не заслуживают моральной похвалы, потому что торговцу просто повезло, что он совершил правильное действие в этом сценарии. Давайте теперь попробуем прояснить, что должно включать в себя условия против удачи как в экстемическом, так и в моральном отношении. Моральная правота может быть двух видов. Я здесь очень грубо их обозначил как объективное и субъективное. То, что делает действие объективно правильным для агента, это факты о последствиях действий или практический сценарий агента, который он может узнать. В отличие от этого, субъективная правильность действия зависит от того, во что у агента есть основания верить. Пример, чтобы объяснить. Предположим, у вашего друга болит голова, и у вас есть основания думать, что вот эти таблетки, которыми вы располагаете, являются более удаляющими, помогут. Однако вы не знаете, что в них содержатся цианифы. В данном случае субъективно правильно, что вы дали своему другу эти таблетки, ведь вы знаете, что у вас вдруг испытывает боль, и у вас есть основания полагать, что таблетки могут ему помочь. Но объективно правильно не давать эти таблетки своему другу, потому что они его убиты. Итак, случайность, которая не позволяет действиям торговцев в случае канта иметь моральную ценность, не является случайной объективной правотой. Еще один пример, чтобы понять, почему это так работает. Допустим, что я пожертвовал значительную часть своей зарплаты благотворительную организацию, и у меня действительно были благородные побуждения. Но список, из которого я, ну гад, выбрал благотворительную организацию, это был в основном список фальшивых благотворительных организаций или коррумпированных. Но мне повезло, да, я направил средства из этого списка, возможно, в единственную действительно настоящую благотворительную организацию. В данном случае мой поступок был случайным, он был объективно правильным, ведь я легко мог пожертвовать свои деньги коррумпированной благотворительной организацией. Но это не умаляет моральной похвалы поступка, можно задаться вопросом, почему. Потому что в данном случае пожертвование части зарплаты благотворительности является не только объективно, но и субъективно правильным, поскольку, по моим представлениям, пожертвование могло бы помочь некоторым нуждающимся людям. Учитывая, что я руководствовался этим соображением, существует не случайная связь между моим мотивом и субъективной правильностью поступка, который я в итоге реализовал. Именно поэтому поступок имеет моральную ценность. Следовательно, таким образом, чтобы действие имело положительную моральную ценность, не может быть вопросом удачи, что агент совершает именно субъективно правильное действие. Это, как мне кажется, соотносится с примером Канта, потому что в этом сценарии продажа товара по справедливой цене – это субъективно правильный поступок для торговца. Но торговец руководствуется не соображением справедливости, а скорее соображением корысти. Если бы корысть требовала от него быть нечестным со своими покупателями, он не стал бы продавать свои товары по справедливой цене. Поскольку между мотивом владельца магазина и субъективной правильностью его действия нет никакой не случайной связи, его действия, как нам кажется, не имеют моральной ценности. Подводя промежуточный итог, можно сказать, что аналогия между знанием и моральной ценностью заключается примерно в следующем. Для того, чтобы убеждение считалось знанием, может быть вопросом удачи, что агент верит в истину. Аналогично, к примеру, истинное убеждение. Аналогично для того, чтобы действие имело моральную ценность, может быть просто вопросом удачи, что агент совершает субъективно правильное действие. Вернемся к примеру с фальшивой опцой. В этом сценарии в основе убеждения Нины оно ненадежно в серии умозаключений, в серии формирования убеждений. Поэтому, похоже, ей всего лишь повезло, что она сформировала истинное убеждение. И эта линия рассуждений предполагает, что необходимо добавить условия надежности для блокирования разрушающей знания эпистемической удачи. И, возможно, кто-то, например, Олуман, он захочет сказать, что нечто более сильное. Что надежность не только необходима для блокирования разрушающей знания эпистемической удачи, но она еще и достаточна. Это последняя точка зрения, точка зрения того, что я называю релабилизмом. В целом, понятие надежности, оно, естественно, имеет множество оттенков. Согласно большинству блокирований, надежность является свойством основания убеждений, то есть способа, с помощью которого агент формирует свое убеждение. Здесь можно использовать такой традиционный подход к надежности. Основание убеждения состоит из тех эпистемически значимых факторов, от которых каузально зависит формирование убеждения агента. Поскольку наши оценки знания обычно зависят как от фактов, а доказательствах агента и от того, как он основывает свое убеждение на этих доказательствах, так и зависят еще и от фактов о внешней среде, в которой агент формирует убеждение. Основание убеждения должно включать факт обоих рим. Например, можно представить сценарий, в котором я вхожу в комнату, испытываю ощущение того, что синих стен, как здесь, например. И если я формирую убеждение, что передо мной синяя стена, то основание моего убеждения может включать не только особенности процесса, который привел к моему опыту, а затем к формированию убеждения, но и особенности окружения. Например, наличие стены и условия внешнего освещения. Чтобы зафиксировать эту идею, я сосредоточусь на интерпретации надежности, которая довольно распространена и наиболее удобна. Это надежность, связанная с безопасностью, защитой от ошибок. Погласно этой интерпретации, основание убеждения надежно приводит к истине только в том случае, если не существует достаточно похожего случая, когда агент формирует убеждение на том же основании, но убеждение оказывается ложным. Это дает релаберистам следующее необходимое условие знания. Оно называется безопасность от ошибок. Убеждение, сформированное на определенной основе, считается знанием только в том случае, если в каждом достаточно похожем случае, когда агент формирует убеждение на той же основе, соответствующее убеждение истиной. В примере с фальшивой овцой, соответственно, из-за риска ошибки убеждения не может быть знанием. Если мы принимаем эту точку зрения релабериста в случае эстинологии, то, возможно, мы можем применить ее и в оральной теории. В отношении примера Канта мы могли бы сказать, торговцу повезло, что он совершил правильное действие, потому что способ, которым он совершает свое действие, не может надежно привести к правильному действию в данном сценарии. То, что поблуждает торговца продавать свои товары по справедливой цене, это его забота о прибыли. Поэтому, если бы владелец магазина мог получить прибыль, не продавая свой товар по справедливой цене, он бы, соответственно, так и поступил. Таким образом, мотив собственной выгоды, лежащей в основе действий продавца, мог легко убить его с пути. Поэтому мы можем думать, что условия надежности будут необходимы и достаточны для блокирования того вида моральной удачи, которое подрывает моральную ценность в этом сценарии. Отсюда можно сформулировать нечто вроде морального религализма. Например, такое определение. Действие свободно от разрушающей ценность моральной удачи тогда и только тогда, когда основание действия надежно ведет к совершению именно правильного действия. Немного подробнее опишу условия надежности для моральной ценности. В случае со знанием мы имели дело с основанием оцениваемого убеждения, то есть тем, как агент формирует свое убеждение. Но в практической деятельности аналогичную роль будет играть основа оцениваемого действия, то есть способ, которым агент совершает действия. Сюда входят те практически значимые факторы, от которых причинно зависит выполнение действия. В отличие от оценок знания, оценки моральной похвалы не зависят от фактов о внешней среде, в которой находится агент, но исключительно от фактов о его практической мотивации. Соответственно, основание действия будет состоять из практически значимого по множеству мотивирующих причин этого действия, то есть фактов, которые причинно объясняют действия агента таким образом, что в основном задействует его способности к практическому мышлению. В этом отношении мотивирующие причины отличаются от других видов фактов, которые могут объяснить действия. Например, я могу закричать какого-то человека, потому что устал, но мое состояние усталости не будет мотивирующей причиной действия, поскольку оно не объясняет мое действие, не участвуя в процессе практического рассуждения. Однако мое желание, чтобы человек прекратил говорить, и мое убеждение в том, что он прекратит говорить, если я на него огрызнусь, буду кричать, играют роль в практическом рассуждении, которое порождают мое действие. И они могут быть мотивирующими причинами для того, чтобы я накричал. Соответственно, учитывая все это, можно сформировать то, что я назвал условием надежности морально достойного, морально-поквального действия. И назовем это по аналогии с безопасностью от ошибки для эпистемологии, а безопасностью от неправильности. Действие, совершенное на определенном основании, имеет моральную ценность только в том случае, если в каждом достаточно похожем случае, когда один действует на том же основании, соответствующее действие является морально-правильным. безопасность от неправильности кажется подходящей, по крайней мере, для объяснения примера Канта с торговцем, поскольку мотив корысти мог легко привести его к неправильному действию, если фактическое действие не защищено от неправильности. Но достаточно ли вот этих релеберийских критериев, безопасность от ошибки и безопасность от неправильности, для того, чтобы избежать удачи во всех возможных сценариях? Мне кажется, что нет. Для того, чтобы определить, является ли убеждение защищенным от ошибки, нам необходимо определить, на чем основано это убеждение. А в этом, именно здесь, как мне кажется, будет скрываться главная проблема для релебилизма, как эпистемического, так и морали. Итак, для эпистемологии. Убеждение порождается определенным калузальным процессом, причем конкретным процессом, происходящим в определенное время, в определенном месте, в определенном возложении. Проверяя, защищено ли убеждение от ошибок, мы не можем просто взять токен калузального процесса в качестве основы убеждения, потому что основа убеждения должен быть тип, а не токен калузального процесса, который может быть инстанцирован в разных местах, в разное время, в разных разных миров. Однако, может существовать несколько типов процессов, соответствующих одному и тому же токену, некоторые из них более грубые, чем другие. И неясно, насколько грубым должен быть тип процесса, который может считаться основой убеждения. Надежно убеждения. Если мы определим основу убеждения слишком грубой, любое убеждение может страдать от риска ошибки и не подходить под релаберийский критерий. Это в эпистемологии часто называется проблемой генерализации, проблемой срочности. И аналогичная проблема, как мне кажется, может возникнуть и в области морали. Для того, чтобы определить, является ли действие безопасным с точки зрения неправильности, какой это релаберийский тест, нам нужно определить, какова цель действия. Предположим, агент, подобно торговцу Канта, руководствуется исключительно собственным интересом. Он знает, что в его ситуации то, что требует от него корысть, совпадает с общими требованиями честности. Поэтому он пытается дополнительно выяснить, чего требует корысть, исследуя, может это делать, исследуя, чего требует честность. Если ему это удается, его мотивирующие причины будут включать знания того, что конкретное действие является честным, значит способствует удовлетворению собственных интересов. Поскольку в каждой ближайшей возможности, где агент действует по этому мотиву, есть возможность, когда он совершает правильное действие, его действие будет защищено от неправильности, если мы включим эту последующую причину в основу его действия. Очевидно, как мне кажется, очевидно, мы не хотим сказать, что даже в этом сценарии действия агента защищены от неправильности. Мотив корысти мог бы легко сбить торговца с пустью, поскольку он легко мог бы оказаться в ситуации, когда требования честности расходятся с соответствующими требованиями корысти. Любой, кто апеллирует к мотивационной основе действия, сталкивается с необходимостью сказать, насколько грубо мы должны мотивализировать основы действия агента. И на мой взгляд, эта проблема аналогична проблемами генерализации в эпистемологии. Вот, на этой основе, как мне кажется, релабилизм, неудовлетворительная теория как в эпистемологии, так и в этике. Ну, наверное, времени мало, я на этом вернусь. Спасибо. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы? У меня несколько вопросов. Первое, это то, как вы употребляли понятие моральной удачи, довольно сильно расходится с тем, как, например, везда обычно употребляют понятие моральной удачи, но, может быть, это другая традиция, о которой я не знаю. Вы, собственно, понятие моральной удачи откуда в таком вот виде подчеркнули. Обычно про моральную удачу говорят про результирующую удачу, вот, кстати, на, где речь идет о том, что различна оценка другого агента по независимым к нему обстоятельствам. Вот водитель, два водителя, одинаково на третье, одинаково поедали пьянами, по случаю одного ребенок выскочил на дорогу, по случаю другого ребенок не выскочил на дорогу, но если выскочил, он точно так же будет его сбил. Первый сбил, второй не сбил. Первого мы обсуждаем обычно сильнее, склоны создать сильнее, считаем, что он, конечно, более, а второго меньше. Хотя, как бы, разница чисто абстрактально не зависит от самого агента. Обычно, кажется, про моральную удачу это такие. Но вы по-другому используете это понять, не знаете, что вы не правы в том, как вы его используете, мне просто интересно, как вы источнили. Да, ну я могу сказать про источник. В основном я на Халстон. Сейчас здесь могу сосредоточиться. Здесь у него работа интерналистский экстронализм, который так называется. Вот, соответственно, вот эти параллели между эти технологии, они работают от примера секральной удачи, а отхода. Мне кажется, вот этот кантовский пример может показывать, что здесь имеется в виду. параллельный. Да, окей, я понял. И если можно, я не знаю. Ну, давай, если. Ладно, тогда другой вопрос. Я не очень понял, но вот допустим, что я понимаю, зачем нам нужны, почему возникает проблема в гестемологии, потому что мы пытаемся определить знания вот таким образом. Мы пытаемся определить знания через такие условия, но я не очень представляю себе теории, которые, во-первых, нацелены на определение того, в качестве центральной задачи, мне кажется, что определение знаний является одной из металлогии, но аналогично я не очень понимаю, не очень по сравнению с теорией, которые считают, что относится к правильным задачам. В разных вопросах, в отличие от правильных вопросов, было бы определение того, у каких действий есть моральная достоинство, moral work, моральная ценность. В отличие от правильности. Действие на торговле, оно правильное в моральном смысле, но оно не является морально достоинством. Кажется, что обычно, когда мы пытаемся и в теоретическом плане, и в повседневных, когда мы руководствуемся сами соображением действий, гораздо важнее оказывается вопрос о допустимости или недопустимости мягкого действия, то есть могу ли я так поступать или не могу. В этом случае, кажется, таких проблем просто не возникает. Или нет? Я думаю, это проблема, и относительно вашего первого вопроса, она связана с тем, что у нас просто разные исходные точки. Для вас, видимо, этика исходная точка, а для меня эпистемология. Соответственно, я пытался те схемы теоретические, которые есть в эпистемологии, попытался перенести этику. И, может быть, поэтому это выглядит странно. Но я допускаю, что это странно. Да, я понимаю, что есть какие-то генеалогические причины этого. Есть ли эффект, как вам кажется? То есть понятно, что их можно попробовать перенести, но интересно, что это получится. Как вам кажется, получается ли что-то важное? В том смысле, что кажется, что для эпистемологии это действительно важный вопрос, но в чем важность такого же вопроса? Мне кажется, это является эпистемологией этики, это центральный вопрос. На мой вопрос, это субъективно. Есть действие, которое в целом считается морально правильным, допустим, соответствует какой-то нормативной теории. И почему конкретный пример совершения этого действия, морально правильным, будет считаться заслугой этого субъекта, а не просто случайностью. То же самое относится к эпистемологии, почему сформированное истинное убеждение является заслугой данного эпистемологического агента, а не просто основанным на чем-то случайном. На мой взгляд, и то и тот центральный вопрос для эпистемологии и для моральных вопросов. Переходим. Спасибо. 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 Случай на миллион, когда на поле есть и овца, и собака похожи на овцы. В случае с купцом мы имеем дело с довольно надежным механизмом. То есть купец не единственный раз не опадывает ребенка, это его правило, не опадывать купателей, потому что это ведет к... ну это хорошо для прибыли, это хорошо, скорее всего, с точки зрения. И все, что мы здесь имеем в качестве, это в лучшем случае это бентингент, потому что при изменении условий купец, ну вот фактически мы меняем, да, и вот купец тогда бы изменил свои правила. Но это слишком большой разброс. То есть это все равно, что, я не знаю, ладно, я не буду пытаться изобрести какие-то примеры на хадл, давайте вот здесь я точку поставлю. И такие мои возражения. Хорошо. Но так как это форма возражения и вопроса, я просто прокомментирую, соответственно. Да. А насчет первого. Возможно, что слово «похвала» там оно не очень правильно действительно используется. Может быть, стоит так же, как в этой эпистемологии делают, чаще используют понятие «заслуги». Вот. А может быть, стоит использовать это и не стоит его использовать при описании моральных случаев тоже. То есть в каком случае действие является заслуга судьбы. В какой случае истинное убеждение является, действительно, за то, что он его сформировал, заслугой судьбы. Это параллелизм между эпистемологией и этикой, мне кажется, здесь очевидно. Насчет Камповских примеров, да, как Вы правильно сказали, разброс действительно большой, но из-за этого же не следует. Опять же, структурная схожесть этих ситуаций. Просто там речь идет в первом случае про убеждение, во втором случае про действие. И все. Вот. Я хочу продолжить предыдущие разражения, и я буду изобретать примеры на ходу. Пример такой. Представим себе некий город, в котором существуют правила дорожного движения, они общеизвестны, но их никто фактически не соблюдает. Фактически никогда все едет как попало. И вот, значит, возьмем водителя, который знает правила дорожного движения и соблюдает их. Значит, он их соблюдает на основании того, что, значит, если все будут смотреть на него и, ну, в общем, его пример будет убедительным, и, в конце концов, большее количество водителей будет соблюдать правила в этом городе, лично ему будет удобнее ездить, комфортнее. Ему просто не нравится во время ситуации попадать, и вот он из таких эгоистических соображений всегда соблюдает правила. Он регулярно здесь жертву личной выгоды ради этого. Он куда-то не успевает, там, не спускает и так далее. Но, тем не менее, он устойчиво соблюдает правила, потому что он, ну, уверен в том, что это в долговременной перспективе приведет к его собственному выигрышу. Неужели мы и в этом случае не можем сказать, что он действует морально, что, ну, это действие является его заслугой, несмотря на то, что оно пробитовано все-таки эгоистическими соображениями, а не тем, чтобы просто поступать хорошо? Ну, скорее всего, этот пример, он в целом идентичен Кантовскому примеру, и, скорее всего, да, это просто совпадение. То, что он ведет себя хорошо в данной ситуации, это совпадает с общим, да, ну, просто проблема в том, что в этом городе тогда мы не можем выявить общие критерии честности. Если там только один человек поступает честно, а остальных нет, то вот с этим здесь как бы проблема. В Кантовском примере такой проблемы нет. Потому что есть уже некоторый стандарт. Вы говорили, что основание для того, чтобы не приписывать заслуг агента в данном случае является то, что, ну, это просто по совпадению, значит, у него, его интересы совпали с тем, как действует правильно, а могло бы быть так, что нет. Но в моем примере агент совершенно сознательно связывает с собой эти две вещи, и, как бы, ситуация не может сложиться так, чтобы они стали его вести к различным действиям. Потому что он, вот, сознательно его установит то, что поступать правильно выгодно. Он перестанет невыгодно поступать правильно, он перестанет поступать правильно. Да. То есть это же совпадение в любом случае. То есть если он вдруг поймет, что нет невыгодности, он перестанет? Нет, он не верит в то, что может стать невыгодно. Ну, сегодня невыгодно, завтра невыгодно. Но когда-нибудь все равно, все равно наши победят. Контропактически мы можем описать такой ближайший возможный метод, когда он скажет, что это неправильно и... Мы не знаем. И... Я думаю, это на этом должно перерываться, потому что вы вышли. Чуть-чуть за границу времени. Спасибо. Последний вопрос, я буквально ответ на все. Правильно я услышал. Дело в том, что вы сказали, что для торговца субъективно правильный поступок вот таким образом поступать из соображения эгоистических действий. Если я так сказал... Я сказал так? Кажется, да. Возможно, это ошибки. Хорошо, спасибо. На этом мы завершаем эту всю акцию. Я вам спасибо. Кажется, было довольно привыкливо. Да, большое спасибо еще раз за замечательный крупный стол.